Директор южного леса бирюзового дерева нахмурился даже сильнее. Он закрыл свои глаза и нежно погладил свою белоснежную бороду. Казалось, будто он сильно задумался. Когда он это делал, ни один человек не посмел произнести ни звука. Они даже не посмели громко дышать. Кроме звука ветра, дующего на листья, не было слышно ничего, даже птицы не издавали никакого шума. Это было странно тихо. После долгого периода, директор южного леса бирюзового дерева медленно открыл свои глаза. Твердая решимость появилась в его глубоких глазах. Свист внезапно, он взмахнул своим рукавом. Сначала он выпустил свою особую и сильную ауру. Затем, громоподобным голосом, он закричал. Хан Циньюй, как старейшина по наказаниям, ты не исполняешь свой долг надлежащим образом. Опираясь на тот факт, что ты обладаешь властью, ты сознательно потворствовал семье Хан, позволяя им вести себя бессовестно. По закону небес, этому нет прощения. Что касается семьи Хан, вы полагались на защиту Хан Циньюя, и стали недисциплинированными и бесконтрольными. В моем южном лесу бирюзового дерева вы совершили все виды невообразимых преступлений. Ваши необъятные грехи достигли неба. Вы серьезно повлияли на систему правил моего южного леса бирюзового дерева и мешали развитию наших старейшин и учеников. Учитывая, что семья Хан когда-то похвально служила моему южному лесу бирюзового дерева, я не стану сегодня рассматривать этот вопрос. Однако, нечестивое поведение семьи Хан должно быть немедленно остановлено. Вам не позволено снова творить зло. Таким образом, я заявляю, что изгоняю всех членов семьи Хан из моего южного леса бирюзового дерева. В будущем, ни единому потомку семьи Хан не будет позволено сделать и полшага в южный лес бирюзового дерева. Тот, кто откажется подчиниться моему решению, должен быть убит, без исключений. Глава 1040. Надежда южного леса бирюзового дерева. Владыка директор, пожалуйста, будьте снисходительны. Пожалуйста, вспомните, как много лет наша семья Хан была верна и предана южному лесу бирюзового дерева. Владыка директор, мы умоляем тебя, пожалуйста, дай нам еще один шанс. Услышав слова владыки директора, Хан Цинью и остальные члены семьи Хан мгновенно были ошеломлены. Это было, как будто огромный молоток, весом в миллионы цзиней опустился на них, размазав до недееспособного состояния. Изгнать всех членов семьи Хан из южного леса бирюзового дерева и запретить всем потомкам семьи Хан хоть на полшага ступать в южный лес бирюзового дерева, было просто слишком безжалостно. Мало того, что это мгновенно уничтожит всю силу, которую семья Хан накопила в южном лесу бирюзового дерева, это даже отрежет пути отхода семьи Хан. Это стало причиной того, что члены семьи Хан действительно были не в состоянии принять этого. Владыка директор, хотя семья Хан провинилась, они, в конце концов, похвально служили нашему южному лесу бирюзового дерева. Они послали множество талантливых людей на гору бирюзового дерева от имени нашего южного леса бирюзового дерева. Как насчет того, чтобы дать им еще один шанс, чтобы они могли искупить свои прошлые ошибки. Не только семья Хан молила о прощении, было даже несколько старейшин, просящих владыку директора от имени семьи Хан. Хотя тирания семьи Хан в южном лесу бирюзового дерева была тем, что многие люди ненавидели, семья Хан на самом деле была очень полезной для южного леса бирюзового дерева. Семья Хан была большим кланом. Хотя они одалживали ресурсы южного леса бирюзового дерева, чтобы растить свои младших, они также предоставили множество талантов для южного леса бирюзового дерева. Например, среди наиболее выдающихся учеников южного леса бирюзового дерева, сейчас около трети из них были из семьи Хан. Перед тем, как Чуфен прибыл в южный лес бирюзового дерева, несколько самых сильных учеников были из семьи Хан. Таким образом, можно было сказать, насколько важной была семья Хан для южного леса бирюзового дерева. Вне зависимости от того, как возмутительны были их преступления, они действительно неплохо помогали южному лесу бирюзового дерева. Если бы семья Хан действительно была бы изгнана из южного леса бирюзового дерева и разорвала все свои отношения с южным лесом бирюзового дерева, это стало бы огромной потерей для южного леса бирюзового дерева. Потому, хотя многие старейшины не любили семью Хан, когда они смотрели на картину в целом, они не хотели, чтобы семья Хан покидала южный лес бирюзового дерева. Это было потому, что святая земля воинственности была полна различными силами. Если семья Хан будет изгнана из южного леса бирюзового дерева, они все же смогут присоединиться к какой-нибудь другой силе. Если они присоединятся к другой силе, которая является врагом южного леса бирюзового дерева, тогда разве это не будет огромной потерей для южного леса бирюзового дерева? Вы все заткнитесь, мольбы разных старейшин на самом деле рассердили директора южного леса бирюзового дерева. Когда он в ярости прокричал эти слова, небеса и земля затряслись. Его голос был чрезвычайно громким и ясным. Даже небеса выглядели так, как будто собиралось разрушиться. Что касалось присутствующих людей, они все получили сильный удар. После этого громкого крика все плотно захлопнули свои рты. Никто не осмелился произнести хоть одно слово. Так было потому, что они почувствовали решимость владыки директора в изгнании семьи Хан из южного леса Бирюзового дерева. Я уже говорил об этом раньше, тот, кто откажется следовать моему приказу, должен быть убит, без исключений. Может ли быть, что я должен повторить свои слова? Директор южного леса Бирюзового дерева бросил острый взгляд на всех присутствующих. На этот раз никто не осмелился возразить. Это было потому, что они знали, что директор южного леса Бирюзового дерева всегда тверд в своих решениях. Если кто-нибудь посмеет хоть что-то сказать в ответ, они на самом деле могли быть убиты им. Вот так просто. Семья Хан, которая тиранизировала южный лес Бирюзового дерева, была полностью изгнана из южного леса Бирюзового дерева. Был ли это старейшина по наказаниям, Хан Циньюй, или те выдающиеся ученики, которых южный лес Бирюзового дерева кормил многие годы и планировал отправить на гору Бирюзового дерева в этом году, покуда они были из семьи Хан. Они все были изгнаны из южного леса Бирюзового дерева. На самом деле были люди, которые ждали этого дня. Это было потому, что независимо от того, как сильна была семья Хан, их поведение в прошлые годы было просто свинским. Сейчас семья Хан уже вынашивала идею захватить власть в южном лесу Бирюзового дерева и самим стать правителями. Это было то, чего директор южного леса Бирюзового дерева не мог стерпеть. Однако, до сегодняшнего дня, никто не мог подумать, что искрой, которая приведет к изгнанию семьи Хан из южного леса Бирюзового дерева, на самом деле будет юнец из региона Южного моря. Это было потому, что он действительно стал причиной грандиозных событий. В этот момент, Чуфын находился в зале дворца директора. Он был полностью излечен от своих ран. Однако, пока он был один в сверкающем и роскошном зале дворца, он казался немного одиноким. Это директор южного леса Бирюзового дерева пригласил Чуфына в это место. Однако, поскольку директор южного леса Бирюзового дерева лично занялся изгнанием членов семьи Хан и был занят на значение нового старейшины по наказаниям и назначением других старейшин, это, в конечном итоге, заняло довольно много времени. Из-за этого, директор южного леса Бирюзового дерева не мог встретиться с Чуфыном все это время. Скрип наконец, вход в зал, который был закрыт все это время, открылся. Пожилая фигура появилась в проходе. Это был директор южного леса бирюзового дерева. Маленький друг Чуфын, прости за задержку. Произошло срочное дело, о котором я должен был позаботиться. В конечном счете, я заставил тебя ждать довольно долгое время, видя Чуфына, директор южного леса бирюзового дерева улыбнулся. Однако, его лицо было извиняющимся. Владыка директор, этот ученик не заслуживает твоих извинений. Чуфын поспешно встал и учтиво поприветствовал директора. Как бы там ни была, а он присоединился к южному лесу бирюзового дерева. Потому он уже был учеником южного леса бирюзового дерева. Когда он столкнулся с Владыкой директором, как он мог осмелиться быть грубым. Более того, Владыка директор был тем, кто спас его. Эх, для тебя нет необходимости быть таким вежливым. Маленький друг Чуфын, тебе не нужно обращаться ко мне как к старшему и уж тем более, как к директору. Если это возможно, я хочу, чтобы ты относился ко мне, как к другу. Мое имя Секун Джейсин. Маленький друг Чуфын, ты можешь звать меня по имени, сказал директор южного леса бирюзового дерева с улыбкой на лице. Его отношение было чрезвычайно любезным. Хотя это было честью для Чуфына, что директор южного леса бирюзового дерева говорит ему эти слова. Но поскольку Чуфын был в конце концов учеником, он закончил тел, что был немного сбит с толку. Это потому, что с его статусом, как он мог обращаться к Владыке директору по имени. Однако, подумав об этом, замечательная идея появилась в голове Чуфына. С уважительным и все же не чрезмерно почтительным тоном, Чуфын учтиво сказал Секун Джейсину. Младший Чуфын выражает свое уважение старшему Секуну. Ха-ха, очень хорошо. Несмотря на то, что ты по-прежнему обращаясь ко мне, как к старшему, это гораздо приятнее на слух, чем слышать обращение как к Владыке директору. Директор южного леса бирюзового дерева громко засмеялся. Он казался очень счастливым. Затем он осмотрел Чуфына озабоченным взглядом и спросил. Маленький друг Чуфын, что насчет состояния твоего тела? Старший, это все благодаря медицинской пилюле, которую ты дал мне. Раны Чуфына уже излечены, сказал Чуфын. Отлично, директор южного леса бирюзового дерева кивнул. Затем он сказал. Маленький друг Чуфын, в конце концов, я позволил тебе страдать сегодня. Старший уже добился справедливости для Чуфына. Даже если младший должен был немного пострадать, это того стоит, ответил Чуфын. Маленький друг Чуфын, семья Хан совершала многие гнусные вещи в моем южном лесу бирюзового дерева в течение многих лет. И все же, я не удосужился ни услышать, ни позаботиться об их поведении. Могло ли такое случиться, что ты подумал, что я бестолковый, некомпетентный и недостойный быть директором? Спросил Секун Джейсин. Нет, старший Секун, я полагаю, что у тебя были определенные причины не привлекать к ответственности семью Хан до этого дня, Чуфын покачал головой. Хотя он знал директора южного леса бирюзового дерева не так уж и долго, Чуфын не видел в Секун Джейсине бестолкового человека. Напротив, он казался на редкость способным. Хе, маленький друг Чуфын, ты мне льстишь. Нельзя сказать, что у меня есть какие-то особые причины для этого. Однако, это правда, что у меня есть свои собственные корыстные мотивы. Как директор южного леса бирюзового дерева, как я мог не знать о поведении семьи Хан? Однако, почему я не позаботился о них? Все потому, что я до этого дня должен был полагаться на семью Хан. Семья Хан – это большая семья с длинной историей в этом месте. Изначально они были региональной силой. Сдружившись с одним из старейшин нашего южного леса бирюзового дерева, и установив с ним согласие, они, в конечном итоге, отправили часть своих выдающихся потомков в наш южный лес бирюзового дерева, чтобы они здесь развивались. Это был путь длиною в многие годы. Помимо отправки учеников в наш южный лес бирюзового дерева, семья Хан сама обучала членов своей семьи. Они намеренно не позволяли людям из семьи Хань присоединиться к другим силам. Причина того, почему семья Хан действовала подобным образом, на первый взгляд была в том, что они соблюдали соглашение, которое их глава заключил со старейшиной южного леса бирюзового дерева. Однако, на самом деле, это было потому, что семья Хан была не в состоянии отказаться от ресурсов развития нашего южного леса бирюзового дерева. Если бы они отправились в какую-нибудь иную силу, для семьи Хан было бы чрезвычайно трудно добиться их нынешнего статуса. Еще труднее, им было бы скрытно передавать ресурсы развития этой силы в семью Хан. Что касается причины, почему я закрывал глаза на преступления семьи Хань, не в тот, что я хотел соблюдать соглашение нашего старшего. Вместо этого, это было потому, что наш южный лес бирюзового дерева не мог обойтись без семьи Хан. Наш лес бирюзового дерева был создан горой бирюзового дерева. Это истинная дочерняя сила горы бирюзового дерева. Причина, почему южный лес бирюзового дерева построен в этом месте, в том, чтобы мы могли находить выдающиеся таланты и отсылать их на гору бирюзового дерева. Наша цель состоит в том, чтобы обеспечить постоянный приток выдающихся молодых людей на нашу гору бирюзового дерева, так, чтобы ее слава не увидала. Однако, это место контролирует многие силы. Кроме того, таланты всегда ограничены. Возможно, есть люди, которые считаются довольно талантливыми в этом регионе. Однако, когда мы посылаем их на гору бирюзового дерева, для них крайне редко есть возможность быть теми, на кого они смотрят свысока. Хотя поведение семьи Хань является чрезмерным, когда сравниваешь их с другими людьми, талант младшего поколения семьи Хань относительно хорош. Каждый год они способны обеспечить часть выдающихся учеников для нашего южного леса бирюзового дерева. Это позволяет нашему южному лесу бирюзового дерева иметь возможность отправлять нескольких более или менее талантливых людей на гору бирюзового дерева. Хотя, когда сравниваешь нас с тремя другими лесами бирюзового дерева, как количество и качество наших учеников значительно уступают. Тем не менее, в целом это все же сносно. Однако, если у нас не будет семьи Хань, я боюсь, что число учеников нашего южного леса бирюзового дерева, которых можно отправить на гору бирюзового дерева, сильно упадет. В этот раз, наш южный лес бирюзового дерева, истинная дочерняя сила горы бирюзового дерева, обеспечит еще меньше талантливых людей для горы бирюзового дерева, чем ненастоящие вспомогательные силы. Мы так сильно потеряли бы лицо, что не смогли бы больше поднять головы. Когда он упомянул об этом деле, Секунд Джейсен показал беспомощность на лице. Что касалось Чуфына, после того, как он узнал всю историю, он также начал чувствовать сильное желание извиниться. Несмотря на то, какими были намерения Секунд Джейсена, семья Хан была исключена из южного леса бирюзового дерева из-за него. Он почувствовал, что неосознанно сделал вещь, которая вызвала большие потери в южном лесу бирюзового дерева. Однако, причина, почему я так решительно изгнал семья Хан из нашего южного леса бирюзового дерева в том, что я уже увидел надежду нашего южного леса бирюзового дерева. Что касается этой надежды, это ты, внезапно, Секунд Джейсен заговорил снова. Взгляд, которым он смотрел на Чуфына, содержал различного рода чувства. Этот взгляд был наполнен огромными ожиданиями. Глава 1041. Великий боевой император. Старший Секунд, ты. Видя взгляд Секунд Джейсена, который был полон ожиданий, Чуфын чувствовал себя немного потерянным. Несмотря на то, что Чуфын уже заранее знал, что Секунд Джейсен принял его к сведению и высоко оценил его, потому что ему удалось пробиться через формацию на выходе с небесного пути и закончить тем, что все те старейшины управления искали его. Однако, Чуфын никогда бы не подумал, что Секунд Джейсен настолько высоко его оценивает. Несмотря на то, что это была удача для Чуфына, это все же оказывало на него некоторое давление. Если бы Чуфын не оправдал ожиданий Секунд Джейсена и не смог бы добиться успеха на горе Бирюзового Дерева, месте, наполненном гениями и владеющим даже небесными телами, тогда южный лес Бирюзового Дерева, который уже отказался от поддержки семьи Хан, мог бы действительно сильно скатиться, до такой степени, что даже мог стать хуже тех ненастоящих дочерних сил. «Маленький друг Чуфын, тебе не нужно беспокоиться. Это было мое решение. На самом деле, это не связано с тобой. На самом деле, прошло уже очень много времени с тех времен, когда наш южный лес Бирюзового Дерева мог получить такого выдающегося представителя молодого поколения, как ты. Можно даже сказать, что с тех пор, как южный лес Бирюзового Дерева был построен в этом месте, мы еще никогда не получали такого выдающегося молодого человека, как ты. Знаешь ли ты, что наш южный лес Бирюзового Дерева был создан в то же время, что и остальные три леса Бирюзового Дерева? Наш самый первый владыка-директор, независимо от того, была ли это его боевая сила, или его влияние, все было выше, чем у других трех директоров. В то время у него был приоритет в выборе того, в каком из четырех регионов возвести его лес Бирюзового Дерева. Однако, все закончилось тем, что выбрал это место. Более того, он лично создал эту формацию на выходе с небесного пути. В то время, многие не понимали, почему он так поступил. Это было потому, что уже тогда этот регион считался худшим из четырех регионов. Помимо контроля выхода с небесного пути, в регионе Южного моря, нет абсолютно ничего особенного. Можно сказать, что это очень маленькое и пустынное место, где ничего нет. Однако, наш первый владыка-директор сказал, что некто, кто потрясет всю святую землю воинственности, в конечном итоге появится в этом месте. Он пожелал, чтобы Южный лес Бирюзового Дерева отправил этого человека на гору Бирюзового Дерева, и возложил на этого необыкновенного человека надежды горы Бирюзового Дерева. Прошло много лет. Наш Южный лес Бирюзового Дерева уже сменил множество директоров. Однако, не появлялось еще ни одного выдающегося ученика. До такой степени, что мы посылали слишком мало превосходных учеников горе Бирюзового Дерева, и ни один из них не сумел сделать себе имя в этом месте. Наш Южный лес Бирюзового Дерева сейчас очень сильно уступает другим трем лесам Бирюзового Дерева. Все зашло настолько далеко, что даже не настоящие вспомогательные силы смотрят на нас высоко. Даже ресурсы, которые гора Бирюзового Дерева посылает нам каждый год, также становятся все меньше и меньше. Мало того, что существует огромный разрыв между нами и тремя другими лесами Бирюзового Дерева, мы уже упали настолько низко, что уже сравнялись с третьесортными силами. Наш Южный лес Бирюзового Дерева стал посмешищем для других. На самом деле, я тоже был не в состоянии понять прошлого. Я не понимал, почему первый владыка-директор выбрал это место. С силой, которая у него тогда была, он, несомненно, мог выбрать лучший регион и позволил бы нам, младшему поколению, получить лучшие отношения. Почему он решил выбрать это место? До того, как я тебя встретил, я не мог понять ход его мыслей. Однако, когда я увидел, как ты в одиночку выходишь из выхода с небесного пути и даже прорываешься через формацию, оставленную нашим первым владыкой-директором, я неожиданно пришел к пониманию. Я, наконец, понял, что наш первый владыка-директор имел в виду этими словами. Договорив до этого момента, Секун Джейсен еще раз бросил взгляд на Чуфына. Он сказал, цель Южного леса Бирюзового дерева отличается от других трех лесов Бирюзового дерева. Она не так проста, как ежегодная поставка большого количества хороших учеников на гору Бирюзового дерева. Цель нашего Южного леса Бирюзового дерева состоит в том, чтобы предоставить одного, но великого и выдающегося ученика на гору Бирюзового дерева, человека, который мог бы повлиять на всю святую землю воинственности. И я. Я верю, что этот человек, ты. Ничего страшного, если ты подумаешь, что я предаюсь мечтам. Ничего страшного, даже если ты подумаешь, что я сошел с ума. Однако из-за этого я думаю, что ты надежда нашего южного леса бирюзового дерева. Цель создания нашего южного леса бирюзового дерева в этом месте полностью относится к тебе. И сейчас, когда нам удалось дождаться твоего прибытия, все остальное больше не имеет значения. Не важно, что ты думаешь, не важно, готов ты или нет, я все равно использую все свои способности и все, что у нас есть, чтобы развивать тебя. А во, мы действительно отыскали золотую жилу. Этот старик планирует использовать все, что у него есть на тебя. Услышав, что сказал директор южного леса бирюзового дерева, яичко начало радостно смеяться. Однако, пока она радостно смеялась, она также сказала в слегка сожалеющей манере. К несчастью, на основании того, что он сказал, статус южного леса бирюзового дерева сейчас низок. Я боюсь, что он не будет обладать большой властью на горе бирюзового дерева. Его связи также будут не слишком широки. В будущем, если ты опять найдешь неприятности на свою задницу на горе бирюзового дерева, я боюсь, что он будет не в состоянии защитить тебя. Однако, несмотря на это, основываясь на его выступлении, он как минимум использует все свои возможности, чтобы позволить тебе как можно более комфортно жить и развиваться на горе бирюзового дерева. Иметь защиту лучше, чем не иметь ее вообще. В конце концов, все не так плохо. По сравнению с яичком, сейчас Чуффен был тихим. Он был тронут словами, сказанными Секунд Джейсеном. Почему Чуффен пришел в южный лес бирюзового дерева? Честно говоря, потому, что у него была определенная цель. Откровенно говоря, он хотел использовать южный лес бирюзового дерева, чтобы его путь на гору бирюзового дерева был бы немного более гладким и беспрепятственным. Все это было для того, чтобы он мог увеличивать свое развитие более быстрыми темпами. Однако, Чуффен никогда бы не подумал, что он желаемое, придет так быстро и решительно. Он не только запросто получил милость южного леса бирюзового дерева, он даже стал человеком, на которого южный лес бирюзового дерева возлагал все свои надежды. Все это превзошло ожидания Чуффена. Однако, немного помолчав, уверенная улыбка внезапно появилась на лице Чуффена. Он посмотрел на Секунд Джейсена и сказал в чрезвычайно серьезной манере. Старший Секунд так высоко оценивает Чуффена. Чуффен определенно не разочарует старшего. Услышав, что сказал Чуффен, Секунд Джейсен был поражен. Казалось, он не ожидал, что такой юнец даст подобный ответ. Однако, он был поражен всего долю секунды, после чего лицо Секунд Джейсена стало переполнено счастьем. Он неоднократно сказал. Хорошо, хорошо, хорошо. Я знаю, что я, Секунд Джейсен, не недооценил тебя. После этого, Секунд Джейсен еще немного поболтал с Чуффеном. За это время Чуффен также спросил Секунд Джейсена о вопросе, который сейчас волновал его больше всего. Развитие Секунд Джейсена, так называемого наполовину Боевого Императора. Он хотел узнать, что именно это было. Ха-ха, Боевой Император, маленький друг Чуффен, ты действительно слишком сильно переоцениваешь меня. Боевой Император это просто необычайный уровень развития. Я даже не надеюсь достичь этой сферы за всю оставшуюся жизнь. Сейчас мое развитие находится в сфере наполовину Боевого Императора. Это сфера между Боевым Королем и Боевым Императором. Эта сфера превосходит Боевых Королей и может, более или менее, ощутить и использовать небольшое количество боевой силы уровня Императора. Просто такого рода боевая сила уровня Императора чрезвычайно слабая. Хотя она абсолютно точно сильнее, чем Боевая Сила уровня Короля, есть огромная разница по сравнению с настоящей Боевой Силой уровня Императора. Можно даже сказать, что они на совершенно разных уровнях. Именно потому, что можно было коснуться силы Боевого Императора, но до истинного Боевого Императора еще было очень далеко. Эта сфера развития закончила тем, что стало известно как сфера наполовину Боевого Императора. Причина, почему маленький друг Чуфен никогда не слышал о сфере наполовину Боевого Императора и верил, что после Боевого Короля идет Боевой Император, должна быть в том, что сильнейшие люди вместе, откуда ты родом, всего лишь Боевые Короли. Там просто никогда не было тех, кому удалось добраться до сферы наполовину Боевого Императора. Тогда, на основе письменных записей, которые перечисляли природную энергию, после Боевой Силы уровня Боевого Короля числилась Боевая Сила уровня Императора. Возможно поэтому, люди решили, что после Боевого Короля сразу идет Боевой Император. На самом же деле, это не так. Боевые Императоры являются крайне влиятельными фигурами в этом мире. Даже Божественные Тела, люди, которые получили Милость Небес, обладают огромным талантом в развитии и уникальной мощной силой, если их понимание способностей, а также их понимание боевого развития недостаточно хорошо. Они также, в конечном итоге, останавливаются на сфере наполовину Боевого Императора. Чрезвычайно, чрезвычайно сложно стать Боевым Императором. Это также является причиной того, почему даже в нашей Святой Земле Воинственности, месте, где собрались бесчисленные гении, число Боевых Императоров чрезвычайно малое. Слушая его, Чуфын, казалось, понял, почему оба и Дедушка Ло, и Тань Тайсюи так сильно почитали Боевых Императоров. Оказалось, что Боевые Императоры на самом деле были куда выше, чем он думал. Они были существами, которые были близки к богам. Старший Сыкун, в таком случае, ты знаешь хотя бы приблизительно, как много сейчас есть известных Боевых Императоров в Святой Земле Воинственности? С любопытством спросил Чуфын. Мощнейшие силы Святой Земли Воинственности, три дворца, четыре клана и девять сил, наиболее определенно возглавляются Боевыми Императорами. Кроме этих сил, есть несколько крупнейших кланов Чудовищных Зверей, которые также возглавляются Боевыми Императорами. Однако, поскольку Святая Земля Воинственности такое огромное место, также есть бесчисленное количество людей, которые не заинтересованы в славе и богатстве. Никто не может быть уверенным, что кроме этих известных сил, которые уже существуют в течение нескольких поколений, нет никаких других Боевых Императоров. Тем не менее, независимо от того, как сильны Боевые Императоры, их жизнь не бесконечна. Многие Боевые Императоры, которые беспрепятственно передвигались по Святой Земле Воинственности, в прошлом отправились в уединение, тренируясь до конца своих жизней, ища метод продлить свою жизнь. Даже сейчас, те люди до сих пор не вышли из своей уединенной тренировки. Мы не можем быть уверены, что они умерли, и не можем быть уверены, что они живы. Кроме этого, также есть множество старших экспертов, которые обладают шансом стать Боевыми Императорами. Чтобы попытаться прорваться в сферу Боевого Императора, они отправились в уединенную тренировку на многие годы. Некоторые находятся в уединенной тренировке больше сотни или даже тысячи лет. Даже сейчас, эти старшие не вышли из своей уединенной тренировки. Никто не знает, успешно ли они стали Великими Боевыми Императорами, или они потерпели неудачу и умерли. Если ты спросишь меня, как много известных и живых боевых императоров в Святой Земле воинственности, на самом деле, для меня крайне сложно дать тебе ответ. Все, что я могу сказать тебе, несмотря на то, кто они, независимо от того, праведны они или злы, несмотря на то, люди они или чудовищные звери, покуда они способны стать Боевыми Императорами, они люди, достойные величайшего восхищения. Люди, которые заслуживают почитания, сказал секунд Джейсен с лицом, наполненным почтением. Это было так, как будто люди, о которых он говорил, не были людьми, но вместо этого были богами. Глава 1042. Прибытие на пик ссоры. Услышав, что сказал секунд Джейсен, Чуфен мог лишь углубить свое почтение, которое он имел к Боевым Императорам. Однако, когда он вспомнил старую обезьяну, Чукун Туня, и даже охранные статуи запретной территории его семьи, с которыми он столкнулся на небесном пути, они все обладали такими сильными аурами. Ощущение, которое они вызывали, полностью отличалось от секунд Джейсена. Так, в момент, когда он встретился с ними, Чуфен твердо верил, что он встретил легендарных боевых императоров. В Святой Земле воинственности боевые императоры были эквивалентны богам. Однако, в их собственном клане, даже охранные статуи запретной земли были боевыми императорами. Это явно показывало Чуфену, как силен был его клан. Старая обезьяна сказала, что Чуфен пришел из внешнего мира, и семья Чуфена была так сильна, что она могла заставить все главные силы Святой Земли воинственности встать на колени и поклоняться им. В то время Чуфен скептически относился к этим словам, сказанным старой обезьяной. Однако, в этот момент он целиком и полностью поверил в это. Это было потому, что он мог ощутить, что несмотря на то, были ли это старая обезьяна или Чукун-Тунь, они все были боевыми императорами. Более того, они были непростыми боевыми императорами. Просто основываясь на их мощной силе и аурах, которые вызывали удушение, это уже означало, что слова, сказанные старой обезьяной, полностью правдивы. Его семья была чрезвычайно сильной. Логически говоря, это должно быть хорошей вещью. Однако, случилось так, что те, кому Чуфен хотел бросить вызов, была его невообразимо сильная семья. Надо сказать, что сейчас Чуфен начал ощущать некоторое давление в сердце. Однако, неважно как, ему нужно было бросить вызов этой его семье из внешнего мира. Это было потому, что ему нужно было вернуть честь своему отцу. И чтобы сделать это, сначала он должен был закрепиться в этой святой земле воинственности. Чуфен, сейчас ты уже боевой владыка девятого ранга. Это чрезвычайно важный уровень. Через пару дней должен быть открыт бессмертный пруд древней эпохи. Я отправлю тебя туда вместе с учениками, которых наш южный лес бирюзового дерева планирует отправить на гору бирюзового дерева в этом году, чтобы вы тренировались в этом бессмертном пруду древней эпохи. Я считаю, что с твоим талантом ты сможешь извлечь немало пользы из этого места. Когда настанет следующий год, я отправлю тебя в бессмертный пруд древней эпохи еще раз. Возможно, что в это время, ты сможешь достигнуть понимания с помощью этого места и прорваться в сферу боевого короля. Когда ты станешь боевым королем, я смогу спокойно отправить тебя на гору бирюзового дерева, чтобы продолжить тренировки там. Внезапно, голос Экун Джейсена прервал мысли Чуфына. Бессмертный пруд древней эпохи, что это за место? С любопытством спросил Чуфын. Я чуть не забыл объяснить тебе, что же это за место. Бессмертный пруд древней эпохи является священной землей в святой земле воинственности. Это место не только содержит великое количество природной энергии, оно также содержит особые элементы, находящиеся в нем. Эти элементы не могут быть ни увидены, ни потроганы. Однако, те, к кому благосклонна судьба или они обладают определенными способностями, могут ощутить их. Если ты можешь почувствовать эти элементы, ты сможешь с легкостью совершить прорыв. Даже если прорыв сделать не удастся, я все же позволю пути твоего развития стать намного более гладким, объяснил Секун Джейсен. Так вот что это такое, кивнул Чуфын. Священная земля развития святой земли воинственности. Чуфын также хотел самолично испытать это место. Однако, подумав об этом, Чуфын спросил. Старший, ты хочешь подождать до следующего года, прежде, чем отправить меня на гору бирюзового дерева? Чуфын был немного обеспокоен, потому что он хотел отправиться на гору бирюзового дерева так быстро, как это только возможно. В конце концов, ресурсы развития, которыми они обладали, были несравнимы с южным лесом бирюзового дерева. Хотя конкуренция была огромная, и там могли быть опасности для его жизни, но, как говорится, если идти против течения, то быстрее закалишь тело. Я планировал подождать, пока тебе не удастся прорваться на уровень боевого короля перед тем, как отправить тебя на гору бирюзового дерева. Однако, если ты сможешь прорваться на уровень боевого короля ко времени, когда гора бирюзового дерева начнет принимать учеников из вспомогательных сил, то, естественно, я отправлю тебя на гору бирюзового дерева в этом году, ответил Секун Джейсен с улыбкой. Столкнувшись со словами Секун Джейсена, Чуффин мог лишь выдавить улыбку. Смысл его слов был чрезвычайно ясным. Несмотря на то, насколько срочно Чуффин хотел отправиться на гору бирюзового дерева, он должен был для начала достичь сферы боевого короля. Если Чуффин хотел присоединиться к горе бирюзового дерева в этом году, то это тоже хорошо. Однако, это означало, что он должен был достичь уровня боевого короля в этом году. Чуффин еще долго беседовал с Секун Джейсеном. Даже после того, как они закончили ужин, стемнело и наступила ночь, Чуффин все еще не вернулся в свою резиденцию. Однако, Чуффин даже не предполагал, что большие изменения происходили в месте, где проживали люди из региона Южного моря. Этот двор был расширен в несколько раз, по сравнению со своим изначальным размером. Обычная почва, покрывавшая землю, сейчас стала площадью. Более того, кроме различных обычных домиков появились два необычайно больших дворца. Один из этих дворцов был чрезвычайно роскошным и внушительным. По сравнению с обычными зданиями, в которых жили другие люди из региона Южного моря, разница между ними и этими дворцами была столь же большая, как между небом и землей. Что касалось этих двух дворцов, это были новые резиденции Чуффина и Лилая. Та, которая казалась роскошной и большой, была резиденцией Лилая. Другая, которая была чрезвычайно роскошной и внушительной, была резиденцией Чуффина. Строительство этих двух дворцов было чрезвычайно быстрым. Всего лишь за половину дня они были завершены. В этот момент два дворца были полностью закончены. Однако, здесь было много молодых девушек с хорошими фигурами, занятых переноской вещей и бегающими туда-сюда по дворцу. Они были горничными, которых Южный лес бирюзового дерева подарил Чуффину и Лилаю. В этот момент они украшали дворец. Они под страхом смерти получили приказ закончить подготовку дворца к ночи, так чтобы Чуффин и Лилай могли проверить их. Для дворца Лилая все было относительно обычным. Несмотря на то, были это предметы интерьера или служанки, они были более-менее такими же, как и у других основных учеников. Хотя было невозможно для него получить подобное отношение с его статусом, но это, по крайней мере, не было чем-то сверхъестественным. Что касалось дворца Чуффина, декорации были чрезвычайно роскошными. Даже служанки в его дворце были очень красивыми девушками с хорошим развитием. Можно было сказать, что они были самыми сливками среди служанок. Короче говоря, если бы кто-то сказал, что к Чуффину отношение было значительно лучше, чем ко всем остальным ученикам Южного леса бирюзового дерева, никто не стал бы этого отрицать. Таким образом, когда люди из региона Южного моря увидели изменения, которые внезапно произошли во дворе, они чувствовали себя чрезвычайно подавленными. Их глаза также были наполнены завистью. Чуффин получил признание владыки директора. Было разумно, что он получил такого рода отношения. Однако, что насчет Лилы, какой добродетелью или ценностью он обладает, они очень хорошо все понимали. Это было потому, что в критический момент Лилы вступился за Чуффина. Это стало причиной того, почем он получил такого рода награду. Это заставило их крайне сожалеть. Если бы они честно объяснили, что произошло, как это сделал Лилы, когда старейшины семьи Хан спросили их о том, что случилось, тогда, возможно, что они получили бы такое же отношение, как и к Лилы, и достигли бы мгновенного успеха в Южном лесу бирюзового дерева из-за Чуффина. К несчастью, они этого не сделали. Вместо этого, они подставили Чуффина, чуть не убили его. Если быть более точным, если бы сам Чуффин не обладал такой мощной силой, он, вероятно, был бы убитыми. Это стало причиной того, что им суждено было идти по абсолютно иному пути, по сравнению с Лилы им. Не говоря уже о мгновенном успехе, они, вероятно, больше не имели шанса на успех в Южном лесу бирюзового дерева. Даже мирно прожить остаток их жизней было бы проблематично. Однако, пока все предавались мечтаниям, воспользовавшись тем, что Чуффин еще не вернулся, все люди из региона Южного моря, под предводительством брата и сестры Шэнь Лан и Шэнь Хун, собрались вместе, чтобы найти Лилы. Они хотели, чтобы Лилы попросила снисходительности для них. Что вы хотите, чтобы я пошел к Чуффину и молилась снисхождение для вас всех? Сейчас раны Лилы были полностью вылечены. Изначально он присматривал за служанками и с радостью и волнением проверял свою новую резиденцию. Однако, после того, как он услышал просьбу Шэнь Лана и остальных, выражение Лилы сильно изменилось. Можно было сказать, что несчастье было написано на всем его лице. Сейчас, когда у него была поддержка Чуффина, он не боялся Шэнь Лана и всех остальных. Таким образом, он не потрудился быть вежливым с ними. С суровым лицом он указал на них и сказал, «Вы все слушайте внимательно. Только мой брат Чуффин является тем, кто милостив и добр. Если бы это был я, только за ваши проступки, я бы уже убил вас всех. Особенно ты, Шэнь Хун. Мой брат Чуффин попал в неприятности, только потому что вступился за тебя. Как можешь ты относиться к нему подобным образом? Загляни в свое сердце и спроси себя, «То, что ты сделала, это вообще человеческий поступок. У вас вообще осталась хоть капля совести? Или вся ваша совесть была съедена собаками?» Столкнувшись с громким опросом Лилы, Шэнь Хун опустила свою голову и ничего не говорила. Ее глаза уже покраснели. Это произошло потому, что она чувствовала крайний стыд после того, как ей был задан этот вопрос. Однако, вещь, которая вызвала у нее наибольшее волнение, это ее преступление, когда она фактически ударила своего благодетеля в спину. Это преступление было тем, что заставило ее покраснеть от стыда. У нее больше не было лица, чтобы смотреть на других. Таким образом, было слишком поздно сожалений. К несчастью, все уже случилось. Неважно, как она сожалела, не было способа изменить это. Дорога, которую она выбрала для себя, была той, по которой ей придется идти одной. Будь то честь или позор, это было то, с чем ей придется столкнуться в одиночку. Йо, а у тебя на самом деле довольно хвастливый тон. Ты – кусок мусора из региона Южного моря, кого ты там планируешь убить. Однако, прямо в этот момент голос, наполненный насмешкой, внезапно раздался снаружи двора. После того, как этот голос был услышан, это вызвало огромную тревогу у всех присутствующих. Даже горничные, ответственные за украшения дворцов, были ошеломлены. Они бросили свои взгляды на человека, который прокричал эти слова. После того, как лилы и остальные обернулись к источнику голоса, почти все сильно изменились в лице. Тревога и беспокойство, эти два сложных состояния ума, отразились на лицах всех присутствующих. Глава 1043. Публичное унижение. В этот момент три фигуры появились за пределами огромного двора. Это были три молодых человека. Эти три человека не только носили одежды основных учеников, их развитие также было вовсе не слабым. Среди них двое были боевыми владыками восьмого ранга. Что касалось последнего, он был боевым владыкой девятого ранга. Однако, причиной, почему эти три мужчины привели всех в такой ужас, было не их развитие. Вместо этого, это была их личность. Они втроем были известны среди учеников южного леса бирюзового дерева. Они были люди, которые должны были отправиться на гору бирюзового дерева в этом году. Даже если бы кто-то сказал, что они были самыми выдающимися учениками южного леса бирюзового дерева, это также не было бы преувеличением. Так, после того, как они появились, не упоминая Лилла и остальных, даже некоторые присутствующие старейшины не посмели ничего сказать. Люди, которые имели возможность стать основными учениками южного леса бирюзового дерева, они все были необыкновенными. Если Чуфен был человеком, которого Секун Джейсен так высоко ценил, тогда эти трое были людьми, которых также высоко ценили. Когда речь заходит о подобных людях, кто посмел бы обидеть их? Черт, это же Чжа Ганьшо и его товарищи. Они самые сильные ученики южного леса бирюзового дерева. Они обладают не только мощной силой, они также имеют необычное происхождение. Почему они пришли сюда? Хотя люди региона Южного моря прибыли лишь недавно, они, случайным образом, видели выдающихся учеников южного леса бирюзового дерева. Таким образом, они узнали Чжа Ганьшо, и узнали, что он был тем, с кем не следовало быть легкомысленным. Сейчас они были в панике. Они ощущали, что Чжа Ганьшо и остальные пришли сюда с недобрыми намерениями. Что случилось? Разве не ты только что довольно громко распинался? А сейчас ты стал немым? На что ты уставился? Я говорю о тебе, внезапно этот боевой владыка девятого ранга указал пальцем на Лилея. Оказалось, что человеком, который кричал ранее, был он. Это, 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 старший брат. Может ли быть, что тебе что-то нужно? Несмотря на то, что сейчас он был чрезвычайно уверен, что его поддерживает Чуфэн, но когда он столкнулся с этими людьми, особенно с Чжа Ганьшо, Лилей не посмел действовать как важная шишка. Кого ты назвал старшим братом? Ты зовешь меня старшим братом? Я такой старый. Черт возьми, ты выглядишь намного старше меня. И все же, ты действительно продолжаешь называть меня старшим братом? Чжа Ганьшо внезапно взорвался неистовой яростью. Это, 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 тогда как мне следует обращаться к тебе? Взгляд Лилей мерцал. Его губы дрожали. Он был сильно напуган. Он не ожидал, что Чжа Ганьшо сделает его целью своей атаки. Как тебе обращаться ко мне? Поскольку ты чувствуешь, что я старше, чем ты, ты можешь обращаться ко мне, как к своему предку. Давай, мусор из региона Южного моря, назови меня своим предком. Если твой предок будет счастлив, тогда он не будет возражать против тщеславной ерунды, которую ты говорил ранее. И отпустит тебя, сказал Чжа Ганьшо, указав на Лилей. Ты после этих слов лицо Лилей позеленело. Назвать его предком перед всеми этими людьми, это было просто публичным унижением. Несмотря на то, что Лилей обладал робким характером, он не был кем-то малодушным и трусливым. Для него назвать кого-нибудь из того же поколения предком, было просто невозможно. Это было потому, что это было неуважением к его истинным предкам. Чжа Ганьшо, слова, сказанные Лилей им не предназначалось тебе. Почему ты усложняешь ему жизнь? В этот момент, старейшина больше не мог на это смотреть. Он открыл свой рот и попытался утихомирить Чжа Ганьшо. «Старейшина, ты назвал меня просто по имени. Ты знаешь, что я вскоре стану учеником горы Бирюзового Дерева. Ты знаешь, как велика будет пропасть между твоим статусом и моим, если я стану основным учеником горы Бирюзового Дерева». Чжа Ганьшо бросил взгляд на этого старейшину. В его взгляде не было ни малейшего следа уважения. Вместо этого, он был наполнен презрением и пренебрежением. Из-за того факта, что этот старейшина не был старейшиной управления, он не представлял угрозы для Чжа Ганьшо. Вместо этого, он просто ни во что не ставил этого старейшину в своих глазах. Ты, услышав, что сказал Чжа Ганьшо, старейшина начал сильно хмуриться. Уголки его рта начали яростно дергаться. Как бы там ни было, он все же был старейшиной Южного Леса Бирюзового Дерева. Услышать угрозу от жалкого ученика перед всеми этими людьми, это не было тем, что он мог стерпеть. Однако, посмотрев на силу этого Чжа Ганьшо, а также на его потенциал, в конце концов, старейшина силой подавил свой гнев. Он не стал больше ничего говорить, и вместо этого взмахнул своим рукавом и ушел. Видя, что старейшина уходит, самодовольная улыбка на лице этого Чжа Ганьшо стала даже более явной. Затем он бросил свой взгляд на людей из региона Южного моря и закричал. Вы все на колени. После того, как он закончил говорить эти слова, безграничная гнетущая сила распространилась из его тела. Подавляющая сила окутала все вокруг и обрушилась сверху. Как могли люди из региона Южного моря выдержать это? Неважно, были мужчинами или женщинами, по собственной воле или нет, перед подобной гнетущей силой, они все были поставлены на колени. Чжа Ганьшо, что ты делаешь? Внезапно, другой голос, наполненный гнетущей силой, прозвучал из места неподалеку. В то же время, в общей сложности 18 фигур прилетело и приземлилось во дворе. Среди этих 18 фигур были и мужчины, и женщины. Они все обладали элегантностью. Мужчины обладали красивой внешностью. Что касалось женщин, они были просто прекрасны. Самому молодому из них было лишь немногим за 20. Что касалось старшего, они были не старше 30. Слабейший из них был боевой владыка 7 ранга. Что касалось сильнейшего, он был боевым владыкой 9 ранга, как и Чжа Ганьшо. Эти люди были такими же, как и Чжа Ганьшо, будучи избранными учениками, на которых Южный лес Бирюзового дерева сосредоточил свои силы и планировал отправить на гору Южного дерева в этом году. Они были самыми превосходными учениками Южного леса Бирюзового дерева. Когда они узнали о Чжа Ганьшо, они все решили прийти и нанести ему визит. Однако они никак не ожидали, что когда они прибудут в это место, тот, кого они увидят, будет Чжа Ганьшо, унижающего людей из региона Южного моря. Чжа Ганьшо, что ты делаешь? Как собрат ученик? Как ты можешь издеваться над нашими младшими братьями и сестрами подобным образом? После того, как они приземлились, одна из женщин этой группы осудила злое поведение Чжа Ганьшо. Хо, так это вы. Вы пришли как раз вовремя, чтобы посмотреть, как я буду избивать эту кучу невежественного мусора из региона Южного моря. После того, как он увидел эту группу, Чжа Ганьшо громко рассмеялся. У него не было ни малейшего следа страха на лице. Вместо этого, он вновь бросил свой взгляд на Лилая и остальных, и сказал громким голосом. Вы, мусор из региона Южного моря, каждый год вы заставляете наш Южный лес бирюзового дерева отправлять множество старейшин, чтобы трудолюбиво принимать вас всех. И все же, после всех этих лет, в вашем регионе Южного моря не нашлось ни единого достойного товарища. Вы все мусор, который кормился за счет Южного леса бирюзового дерева. Вы все достойны бесчисленных лет развития, образования и кропотливых усилий со стороны нашего Южного леса бирюзового дерева. Столкнувшись с вопросами Чжа Ганьшо, Лилы и остальные могли лишь склонить свои головы, ничего не говоря. Это было потому, что слова Чжа Ганьшо были правдой. Кроме них, было много других людей из региона Южного моря в Южном лесу бирюзового дерева. Некоторые из этих людей были теми, кого они знали. Однако, неважно, какими сильными, выдающимися и почитаемыми они были в регионе Южного моря, после прибытия в Святую землю воинственности и присоединения к Южному лесу бирюзового дерева, они в самом деле стали низшими существами. В этом месте, они были просто не способны поднять свои головы. Они в самом деле были эквивалентны мусору. Ха-ха, куча мусора. Я не стану усложнять вам жизнь. Как только вы все признаете, что вы мусор, я отпущу вас. Однако, если кто-нибудь из вас откажется признать, что вы мусор, я все равно не стану все усложнять. Однако, вы продолжите стоять на коленях в этом месте. Если кто-нибудь посмеет встать, я сломаю им ноги, закричал Джаган Шо, указывая на них. Джаган Шо, ты сошел с ума? Относиться подобным образом к нашим младшим братьям и сестрам, ты не боишься, что владыка-директор накажет тебя, сказал мужчина из группы 18. Накажет меня? Почему я должен быть наказан? Ты говоришь, что я не прав. Я просто заставляю эту кучу мусора признать, что они мусор. Что в этом плохого? Ты говоришь, что они не мусор. Скажи мне, они не мусор? Джаган Шо указал на Лилы и остальных, прокричав ответ. Столкнувшись с вопросом Джаган Шо, эти 18 человек посмотрели друг на друга. Они не знали, как им ответить. В их сердцах не были Лилы и остальные на самом деле мусором. Естественно, были, как самые драгоценные ученики, с самым высоким положением, они были чрезвычайно горды. В своих глазах они ни во что не ставили даже обычных старейшин, так каким образом могло быть возможно, что они хотя бы взглянут на этих низших существ, не имеющих никакой поддержки, без какого-либо презрения? Почему они просили о снисхождении для Лилы и остальных? Было ли это из-за их внезапно возросшей доброты? Нет, они не настолько добросердечны, и при этом у них не такие хорошие намерения. Это все из-за Чуфына. Похождения Чуфына уже были известны всему южному лесу бирюзового дерева. Все знали, насколько необыкновенным был Чуфын. Он не только убил старейшин и учеников из семьи Хан, даже семья Хан, которая была тираном, которого никто не смел провоцировать в южном лесу бирюзового дерева, была вынуждена покинуть южный лес бирюзового дерева из-за него. Такого рода персонаж был обречен стать целью, на которой южный лес бирюзового дерева сосредоточит свои силы, чтобы помочь тому развиваться. Говоря красивыми словами, эта группа из 18 человек пришла нанести визит Чуфыну. Откровенно говоря, они пришли, чтобы обнять бедро Чуфына, наладить с ним связи ради дальнейших преимуществ. Это стало причиной того, почему они заступались за Лилая и остальных. На самом деле, они не хотели помогать Лилаю и остальным из региона Южного моря. На самом деле, они просто хотели использовать эту возможность, чтобы лизнуть сапоги Чуфына. Глава 1044. Катись, мусор. Старший брат Джаа. Этого должно быть достаточно, не так ли? Хотя эти люди мусор, но человек по имени Чуфын не тот, с кем можно шутить. Если он действительно настолько силен, как говорят, тогда что мы сможем сделать? Это правда, старший брат Джаа. Разве ты не говорил, что мы придем сюда, чтобы найти этого Чуфына, чтобы подраться и выяснить, так ли он силен, как о нем утверждают слухи? То, что ты делаешь сейчас уже не просто драка. Это провокация, унижение. Если Чуфын действительно так силен, как говорят слухи, тогда не спровоцируем ли мы втроем огромное бедствие? В этот момент двое мужчин, которые следовали за Джааган Шоу, подошли к нему и начали мягко его убеждать. Огромное бедствие. Кто собирается столкнуться с огромным бедствием? Я. Чушь собачья. Я отказываюсь верить, что мусор из региона Южного моря будет достаточно сильным, чтобы вынудить семью Хану идти. Позволь мне сказать вам. Владыка-директор не любил этих людей из семьи Хан ни день или два. Изгнание семьи Хан из южного леса бирюзового дерева Владыкой-директором было лишь вопросом времени. Это никак не относится к Чуфыну. Услышав имя Чуфына, Джааган Шоу скорчил лицо, полное пренебрежение и презрение. Джааган Шоу, я советую тебе включить мозг. То, что Чуфын сделал сегодня, это то, что многие старейшины и ученики видели своими собственными глазами. Этот Чуфын исключительный гений. Его талант выше, чем у нас двоих вместе взятых. Владыка-директор о нем чрезвычайно высокого мнения, и он даже считает его надеждой нашего южного леса бирюзового дерева. То, что ты сейчас делаешь, это просто роешь себе могилу. Та женщина из группы 18 снова начала убеждать Джааган Шоу. Исключительный гений. Чушь собачья. Ты сказала, что он так силен, ты видела это своими собственными глазами. Кто-нибудь из вас видел это своими собственными глазами? Кто точно видел это? Если этот Чуфын так силен, тогда он уже должен был показать себя. Я унизил людей из его региона Южного моря, и все же, где этот Чуфын? Услышав слова о том, что талант Чуфына выше, чем у него, Джааган Шоу ощутил даже большее недовольство. В гневе он зарычал. Ты меня ищешь? Прямо после того, как голос Джааган Шоу стих, позади Джааган Шоу внезапно прозвучал голос. Когда Джааган Шоу удалось реагировать на него, он сильно изменился в лице. Что касалось двух людей позади него, они были так напуганы, что начали дрожать. Подсознательно они отпрыгнули назад, чтобы держаться подальше от неприятностей. Практически все присутствующие были поражены, потому что в этот момент молодой человек стоял за Джааган Шоу. Однако, пока он не заговорил, никто не замечал, что он подошел и встал позади Джааган Шоу. Этим человеком был Чуфын. Чуфын. По сравнению с другими, когда Лилей увидел Чуфына, он был вне себя от радости. Неспособный сдержаться, он позвал Чуфына. Он знал, что их спаситель прибыл. Чуфын это Чуфын, это внешность, он действительно такой молодой, как и говорят слухи. В таком возрасте, он уже боевой владыка девятого ранга? Нет, он даже моложе, чем я думал. Ходят слухи, что хотя этого ребенок обладает развитием всего лишь боевого владыки девятого ранга, он знает секретную технику, которая может мгновенно поднять его развитие с боевого владыки девятого ранга до боевого короля первого ранга. Это просто немыслимо. Кроме того, ходят слухи, что боевая сила этого ребенка чрезвычайно высокая, и он обладает способностью игнорировать небеса. Даже боевые короли третьего ранга не ровня ему. Верно. Боевой король первого ранга, одолевший боевого короля третьего ранга. Такая мощная боевая сила очень редка даже среди основных учеников горы бирюзового дерева. Но, в конце концов, это просто слухи. Мы все же не знаем, являются ли многочисленные слухи об этом Чуфыне правдой или вымыслом. После определения личности Чуфына, глаза тех 18 засияли. Пока они внимательно изучали Чуфына своими глазами, они начали тихонько обсуждать его друг с другом. «Так ты Чуфын?» Джаган Шоу спросил Чуфына. «Я в самом деле Чуфын. Что тебе нужно от меня?» Чуфын слегка улыбнулся. Однако, его взгляд был леденящий холодным. Холод был ужасающим и пронзающим сердце. Как невидимое острое лезвие, он уже пронзил сердце Джаган Шоу и глубина его души. В этот момент вся сила, которую Джаган Шоу отобразил ранее, рассыпалась. Это было так, как будто все, из чего он состоял, было разрушено. Видя Чуфына перед собой, как он мог и дальше чувствовать пренебрежение. Для него было чудом уже то, что он был в состоянии ровно стоять перед Чуфыном. В этот момент Джаган Шоу пожалел. Неважно, как высокомерен он был, неважно, как тщеславен он был, и неважно, каким гордым он был, он все же был очень талантливым малым. Он не был дураком. Одного лишь пронзающего душу взгляда Чуфына было достаточно, чтобы он понял, насколько тот был силен. Джаган Шоу уже определил, что Чуфын был чрезвычайно силен. Он был не просто намного сильнее его, он был намного сильнее, чем все ученики Южного леса Бирюзового дерева. Даже те ученики из семьи Хан, которые были изгнаны, не могли сравниться с Чуфыном. Нет, нет, мне ничего не нужно. После того, как он привел в порядок свой разум, Джаган Шоу заговорил. Хотя он потратил немало усилий, чтобы собраться с духом, его голос все же дрожал, и он даже начал заикаться, пока говорил, что случилось. Почему Джаган Шоу внезапно стал таким напуганным? Непостижимо. Даже перед высокомерной семьей Хан Джаган Шоу никогда не был таким, что именно произошло. Видя реакцию Джаган Шоу, те, кто знал его, были все больше и больше потрясены. Однако, в сравнении с другими, Чуфын только слегка улыбнулся и сказал. Даже если тебе ничего не нужно, мне от тебя все же кое-что нужно. Млад-младший брат Чуфын, какой у тебя вопрос? Услышав эти слова, лицо Джаган Шоу стало зеленым. Голос, которым он говорил, начал дрожать еще больше. Позволь мне спросить тебя. Люди из моего региона Южного моря провоцировали тебя? Спросил Чуфын. Нет, Джаган Шоу смущенно покачал головой. Тогда, позволь мне спросить тебя. Люди из моего региона Южного моря когда-нибудь обижали кого-нибудь? Кого ты знаешь? Спросил Чуфын еще раз. Энн нет, Джаган Шоу снова покачал головой. Его выражение стало даже более неприглядным. Его ноги уже неистово тряслись. В таком случае, почему ты, сученыш, поставил людей моего региона Южного моря на колени? Черт побери, тебе жить надоело? В этот момент Чуфын резко пришел в ярость. Он поднял свою руку и послышался звук пыщ. Ауч, звонкая пощечина приземлилась на лицо Джаган Шоу, отправив его на землю. Ауч, внезапная пощечина Чуфына застала Джаган Шоу врасплох. На самом деле, даже если бы он захотел защититься от нее, он не смог бы. Сила этой пощечины была столь велика, что не только заставила его отскочить от земли больше десяти раз, заставив его выбливать полный рот крови. Хотя его ударили, Джаган Шоу не был возмущен. Вместо этого, он даже почувствовал, как у него прояснилось в голове. Это было потому, что он окончательно убедился, что ощущения, которые он испытал ранее, были верными. Чуфын действительно был пугающе сильным существом. Казалось бы, что все эти слухи относительно Чуфына были правдой. Чуфын действительно был исключительным гением, который был выше них. Таким образом, он не посмел больше ставить себя против Чуфына. Несмотря на то, что он получил оглушительную пощечину перед всеми этими людьми и потерял свое лицо, он не посмел показать ни грамма недовольства. Вместо этого, он поспешно стер кровь со рта, встал и выдавил улыбку. Он сказал Чуфыну, младший брат Чуфын, что ты на колени. Однако, кто бы мог подумать, что прежде, чем Джаган Шоу сможет договорить, Чуфын злобно закричит. В то же время он также выпустил свою ауру. Бум после того, как Чуфын выпустил свою ауру, земля мгновенно начала дрожать. Даже окружающие огромные деревья, которые достигали небес, начали раскачиваться. Хотя они оба обладали аурой боевых владык девятого ранга, подавляющая сила, содержащаяся в ауре Чуфына, была чем-то более сильным, чем даже аура боевого короля первого ранга. Небеса это. Ощутив ауру Чуфына, которая была наполнена гнетущей мощью, лица всех присутствующих просто окаменели. Это было особенно правдиво для тех 18 знаменитых учеников, а также тех двух, которые прибыли вместе с Джаган Шоу. Их глаза сверкали и были полны удивления, как никогда прежде. Дышь, что касалось Джаган Шоу, он просто плюхнулся на колени. Это не Чуфын, использующий гнетущую силу, вынудил его преклонить колени. Вместо этого он встал на колени по собственному желанию. Это было потому, что он по-настоящему чувствовал, насколько ужасающ был Чуфын. Он боялся, что Чуфын убьет его. Ранее, кого ты назвал мусором? Чуфын подошел к нему и холодно спросил. Я, я. Это я мусор, я мусор. Джаган Шоу не смел колебаться и прямо ответил на вопрос. Хе, посмотри на себя. Разве ты не мусор? Видя Джаган Шоу, который дрожал всем телом и был очень бледным, обливаясь холодным потом, Чуфын громко закричал. Катись. С этого дня, если ты еще хоть раз посмеешь ступить на этот двор или проявишь неуважение к кому-нибудь из моего региона Южного моря, я не только сломаю твои ноги, я заберу твою жизнь. Глава 1045. Возвращая добро злу. Я не осмелюсь, я никогда не посмею сделать подобное вновь. После того, как Чуфын договорил, Джаган Шоу выглядел как кто-то, кто был только что освобожден от мерзких забот. Он громко кричал, взлетая к небу. Он активировал телесный боевой навык и быстро полетел прочь с этого двора. В контрасте с тем, как свирепо он выглядел, когда он только прибыл, сейчас он был довольно жалок. Реакция Джаган Шоу сильно потрясла всех. Однако, после того, как Джаган Шоу ушел, этот район погрузился в странную тишину. Никто не сказал ни единого слова. Они не смели даже пикнуть. Вместо этого, они абсолютно тихо смотрели на Чуфына. Это было особенно правдиво для тех двух мужчин, которые прибыли вместе с Джаган Шоу. Они держались, как и Джаган Шоу прежде, стоя с сильно трясущимися ногами из-за бесконечного страха перед Чуфыном. Однако, они не посмели покинуть это место без разрешения. Таким образом, они продолжали стоять здесь, испытывая огромное давление. Все, шоу уже закончено, не так ли? Внезапно, Чуфын бросил свой взгляд на группу 18. Его взгляд содержал отнюдь недобрые намерения. Младший брат Чуфын, мы не видя это, группа 18 мужчин и женщин начала паниковать. После того, как они увидели силу Чуфына, они стали и уважать, и бояться Чуфына. Они не хотели оставлять о себе плохое впечатление у Чуфына. Потому, они поспешно открыли свои рты в надежде объясниться. Катитесь, все вы, катитесь. Если еще хоть кто-нибудь не из моего региона Южного моря посмеет сделать хоть шаг на этот двор, я определенно не позволю им уйти. Мечевидные брови Чуфына нахмурились, когда он злобно прокричал эти слова. Видя реакцию Чуфына, эти 18 человек были несколько потрясены. Однако, это было в пределах их ожиданий. Потому, они не стали ничего говорить, и вместо этого взмыли в небо и один за другим, быстро покинули это место. Те старейшины, которые смотрели со стороны, а также ученики, которые пришли насладиться шоу после того, как услышали шум, исходящий отсюда, также поспешно покинули это место. Они боялись, что они могут разозлить Чуфына и будут беспощадно избиты им, как и Джаган Шоу. В конце концов, Чуфын смог прогнать даже семью Хан. Что касается людей вроде них, даже если бы Чуфын убил их, не было бы ничего, что они смогли бы ему сделать. Всего за мгновение на этой площади остались только люди из региона Южного моря и горничные, ответственные за обслуживание Чуфына и Лилы. Хотя эти горничные не ушли, сейчас страх был написан на их лицах. Можно было сказать, что все они были напуганы действиями Чуфына. Они сильно боялись Чуфына, что вы еще недостаточно постояли на коленях. Видя людей, которые по-прежнему стояли на коленях, Чуфын спросил злым голосом. После того, как они услышали вопрос Чуфына, все вдруг пришли к осознанию и немедленно встали. Однако они не смели даже на полшага сдвинуться с того места, где они стояли. Вместо этого они стояли, как куча преступников, ожидающих допроса Чуфына. Чуфын, пока ты не вернулся, эти 18 старших боевых братьев и сестер вступились за нас. Ты так отнесся к ним, ты уверен, что все хорошо. Как бы там ни было, а мы собратья ученики. Особенно учитывая, тот факт, что вы все выдающиеся ученики, которые в будущем будут отправлены на гору Бирюзового Дерева. Если ты сейчас установишь с ними хорошие отношения, вы сможете присматривать друг за другом на горе Бирюзового Дерева. Разве не так? Лилэй подошел к Чуфыну. Его отношения с Чуфыном были довольно хорошими, потому он говорил без всякого стеснения. Несмотря на то, что они на словах заступались за вас, они сделали хоть что-нибудь, чтобы остановить Джаган Шоу от издевательства над всеми вами, спросил Чуфын. Этого они не сделали, Лилэй покачал головой. Тогда, перед этим, они пришли в это место, чтобы увидеть вас всех, снова спросил Чуфын. Как это возможно, чтобы они сделали подобное? Они все обладают высоким статусом основных учеников, самых выдающихся существ во всем Южном Лесу Бирюзового Дерева. Без всякой на то причины, почему бы они пришли повидать нас? Лилэй горько улыбнулся, покачав головой. В таком случае, зачем они пришли сегодня? Чуфын продолжал спрашивать. Это, естественно, из-за тебя. Ты уже стал известным в Южном Лесу Бирюзового Дерева. Сейчас ты любимый ученик Владыки Директора. Не важно, какие они выдающиеся, когда все сказано и сделано, они хуже тебя. Даже я, будучи на их месте, поступил бы так же, как они, и подумал бы над способом установить хорошие отношения с тобой, ответил Лилэй. Ты смог правильно угадать только половину их мотивов, Чуфын покачал головой. Затем он сказал. Не важно, что они делали раньше, если бы они действительно были искренними в том, что хотели подружиться со мной, я, естественно, поприветствовал бы их. Однако, по моему мнению, они пришли сюда не подружиться со мной. Вместо этого, как и этот Джаган Шоу, они пришли протестировать меня. Если я на самом деле так силен и талантлив, как говорят слухи, они, естественно, отнеслись бы ко мне очень хорошо. Однако, если бы я не был так хорош, как обо мне говорят слухи, они не только не потрудились бы подружиться со мной, а вполне возможно, что они попытались бы унизить меня, как и этот Джаган Шоу. Скажи, с такими людьми, должен ли я подружиться с ними, или же нет? Чуфын посмотрел на Лилая и задал вопрос. А я, я действительно тугодум. Я правда медленно соображаю, после того, как он услышал, что сказал Чуфын, Лилый внезапно пришел к осознанию. Он хлопнул себя по лбу так сильно, что его лоб издал звук бух. Он чувствовал, что он был действительно слишком глуп. Он на самом деле пытался убедить Чуфына подружиться с подобными людьми. Нужно знать, что такой тип людей были архетипом людей с подлым характером. Если ты успешен, они попытаются сблизиться с тобой. Однако, если ты потерпишь неудачу, они оставят тебя далеко позади. Естественно, лучше брататься с как можно меньшим количеством таких людей. Видя, что Лилый вдруг пришел к осознанию, Чуфын слегка улыбнулся. Он не стал больше ничего говорить, и вместо этого обратил свой взгляд к Шэнь Лану, Шэнь Хун и остальным. Он сказал, что то, что вы все сделали сегодня, и поведение, которое вы показали сегодня, действительно низкое. Однако, принимая во внимание, что вы также из региона Южного моря, я не буду препираться с вами всеми. Я уже поговорил об этом с владыкой-директором. С завтрашнего дня вы все будете получать такое же отношение, как и те основные ученики. Более того, сюда придут старейшины управления. Если вы хотите, они примут вас всех как личных учеников. Что касается ваших резиденций, поскольку сегодня уже поздно, я не утруждал владыку-директора этим вопросом. Тем не менее, завтра владыка-директор пошлет сюда людей, чтобы построить новые резиденции для вас всех. После того, как все услышали, что сказал Чуфын, все были ошеломлены. Они лица стали таким, будто они попали в сказку. Что ни говори, а они никогда бы не подумали, что после того, как они так поступят с Чуфыном, Чуфын не только не накажет их, но даже добьется такой чудесной возможности для них. Такое же отношение, как и к основным ученикам, старейшины управления возьмут их как личных учеников. Это было просто чем-то, о чем мечтали все ученики Южного леса Бирюзового дерева. Однако, это было тем, чего большинство учеников не смогли бы достичь за всю свою жизнь. Чуфын, мы, в этот момент все были взволнованы. Однако, когда они смотрели на Чуфына, они не знали, как выразить свое душевное состояние. В конце концов, они не могли компенсировать то, что они сделали с Чуфыном. И все же, Чуфын относился к ним так хорошо. Это заставило их чувствовать глубокий стыд и вину. Для вас всех нет необходимости беспокоиться о лишних словах. Для нас, жителей региона Южного моря, уже не просто пройти через небесный путь и прибыть в это место. Потому, я хочу, чтобы мы были едины в будущем. По крайней мере, нам не следует запугивать своих же, сказал Чуфын. Чуфын, будь уверен. С сегодняшнего дня, если я, Шэнь Лан, посмею обидеть кого-нибудь вновь, моя жизнь будет принадлежать тебе. Видя это, Шэнь Лан похлопал себя по груди, давая обещание. Я надеюсь, что ты сможешь сдержать свое обещание, видя Шэнь Лана, который выглядел как человек, который начал жизнь с чистого листа, Чуфын удовлетворенно кивнул. Под руководством Чуфына атмосфера неловкости в этом большом дворе, где жили люди из региона Южного моря, начало постепенно угасать, и была заменена гармонией и счастьем. Все были тронуты тем, что сделал Чуфын. Они были полны благодарности и почтения к Чуфыну. Прямо в этот момент, пока люди в этом большом дворе праздновали, две фигуры стояли над большим деревом в отдалении и внимательно наблюдали на ними и Чуфыном. Этими двумя людьми были директор Южного леса Бирюзового дерева Сыкон Джейсин и новой старейшина по наказаниям Гунь Сунько. Возвращая добро злу, он не только сильный, он также суров по отношению к людям со скрытыми мотивами. Чуфын действует довольно проницательно. В Южном лесу Бирюзового дерева он может защитить людей из региона Южного моря. Я верю, что когда наш Южный лес Бирюзового дерева столкнется с врагами, Чуфын определенно придет, чтобы защитить людей из Южного леса Бирюзового дерева. Владыка директор, у тебя действительно острое зрение. Этот ребенок действительно отличается от массы. По крайней мере, я никогда прежде не видел такого выдающегося молодого юношу. Он не только обладает удивительной силой, но и обладает необычайным восприятием и менталитетом, похвалил Гунь Сунько с лицом, наполненным восхищением и удивлением. Однако, Сэкун Джейсин не ответил на слова Гунь Сунько. Вместо этого он самодовольно улыбнулся. Затем он повернул свою голову и спросил. Ты сказал, что павильон Грозового облака направил письмо о том, что они хотели бы отправиться к Бессмертному пруду Древней Эпохи вместе с нами. Им им это было 10 дней назад, и дата открытия Бессмертного пруда Древней Эпохи уже близко. Я считаю, что павильон Грозового облака прибудет в наш Южный лес Бирюзового дерева в ближайшие дни, ответил Гунь Сунько. Хотя павильон Грозового облака, на первый взгляд, имеет очень хорошие отношения с нашим Южным лесом Бирюзового дерева, у них не было хороших намерений. Когда они обратились с просьбой о путешествии к Бессмертному пруду Древней Эпохи вместе с нами, Сэкун Джейсин покачал головой. Глава 1046. Заставить их опозориться. Владыка-директор, что вы имеете в виду? Спросил Гунь Сунько. Павильон Грозового облака расположен ближе к Бессмертному пруду Древней Эпохи, чем мы. Вместо того, чтобы прямиком отправиться туда, они прислали к нам группу учеников и кружат вокруг нашего места. Это явно означает, что у них иные цели, сказал Сэкун Джейсин. Иные цели? Гунь Сунько все еще был в смятении. Я слышал, что около 20 лет назад павильон Грозового облака отправил большое количество старейшин в странствия, чтобы они отправились на территории, контролируемые другими силами. Они тайно выбрали группу детей с весьма выдающимся боевым талантом и привели их в павильон Грозового облака, чтобы тайно их вырастить. Позже, после того, как я провел расследование по этому поводу, я узнал, что это оказалось правдой. Однако, поскольку у нас нет никакой ненависти или обиды с павильоном Грозового облака, я сделал вид, что не знаю об этом деле и не стал об этом никому говорить. В мгновение ока 20 лет остались позади. Сейчас, все эти дети уже выросли. Я считаю, что им наверняка удалось вырастить достойные плоды из этой группы детей. Не так давно у павильона Грозового облака был конфликт с сектой Великой Мудрости. Они когда-то упоминали, что ученики, которых они отправят на гору бирюзового дерева в этом году, определенно потрясут всех. И после этого секта Великой Мудрости больше не будет иметь возможности бороться против павильона Грозового облака. Было сказано, что они планируют смутить учеников секты Великой Мудрости на испытаниях горы бирюзового дерева. Потому, я считаю, что им удалось вырастить эту группу детей. Павильон Грозового облака планировал отправить их на гору бирюзового дерева и разом удивить всех своим блестящим подвигом. В противном случае, они бы не стали так внезапно настолько высокомерными и не стали бы говорить столь хвостливых слов. Однако, перед тем, как они отправят их на гору бирюзового дерева, они планируют отправить их в южный лес бирюзового дерева, чтобы прощупать все своими руками, сказал секунд Джейсин. Прощупать все своими руками, что они хотят прощупать. Гунь Сунька слегка ощутил волнение. Как бы там ни было, наш южный лес бирюзового дерева все еще остается подлинной дочерней силой горы бирюзового дерева. Даже если сейчас мы хуже остальных трех лесов бирюзового дерева, мы уж точно ничем не уступаем секте великой мудрости им. С точки зрения репутации, в том числе среди второсортных сил, наш южный лес бирюзового дерева отнюдь не слабый. Если ученики их павильона Грозового облака будут способны победить учеников нашего южного леса бирюзового дерева, тогда их уверенность станет даже сильней, сказал секунд Джейсин. Неудивительно, что павильон Грозового облака решил сдружиться с нашим южным лесом бирюзового дерева, так их мотивы нечисты. На самом деле, они хотели воспользоваться этой возможностью, чтобы унизить наш южный лес бирюзового дерева. Воистину отвратительно. Лицо Гунь Сунька было наполнено злостью. Эх, тебе не нужно сердиться. Это лишь мое предположение. Возможно, павильон Грозового облака действительно хочет подружиться с нашим южным лесом бирюзового дерева. Однако, если они, прикрываясь дружбой, попытаются унизить наш южный лес бирюзового дерева, тогда я могу сказать лишь то, что они выбрали неверную цель. Если бы это было пару дней назад, то, возможно, они действительно смогли бы унизить наш южный лес бирюзового дерева. Однако, я боюсь, что сейчас у них больше нет такого шанса. Абсолютная уверенность появилась в глазах Секун Джейсена. Это верно. Пока Чуфен здесь, если ученики павильона Грозового облака посмеют попросить о спарринге, они добьются лишь собственного позора, сказал Гунь Суньку. Хе, это справедливо не только для павильона Грозового облака, Секун Джейсен бросил свой взгляд на Чуфена в отдаление. Легкая улыбка появилась на его лице. Время шло. В мгновение око минуло шесть дней. За эти шесть дней большое подворье, на котором жили Чуфен и остальные, вновь расширился в несколько раз. Более того, по сравнению с тем, что было шесть дней назад, огромные перемены произошли на большом подворье. В этом месте больше не было обычных зданий, как это было в прошлом. Вместо этого, все они были заменены на дворцы. Их было так много, что со всеми этими строениями, это место больше не могло расцениваться как большое подворье. Вместо этого, это было больше похоже на маленький город. Это место стало сравнимо с центральным регионом Южного леса Бирюзового дерева. Сейчас это было одно из мест в Южном лесу Бирюзового дерева, в который люди желали попасть. Однако, несмотря на то, насколько ослепительны были здешние здания, независимо от того, насколько они были внушительны, они все уступали возвышающемуся дворцу в юго-восточном направлении. Этот дворец привлекал больше всего внимания. Это было потому, что это была резиденция Чуфена. Присутствует ли младший брат Чуфен? Сегодня Чуфен болтал с Лилой им. Однако, внезапно, снаружи раздался женский голос. Ее голос был очень громким и ясным. Более того, можно было услышать нетерпение в ее голосе. Было похоже на то, что у нее имелось срочное дело. Чуфен вышел из дворца вместе с Лилой им. Они обнаружили, что две красивые молодые женщины стояли в небе за пределами дворца. Внешность двух этих женщин была довольно приличной. Более того, их аура была выдающейся. Они принадлежали такому типу красоток, которые могли привлечь взгляды всех, куда бы они ни пришли. Эти две женщины были людьми, которых Чуфен уже узнал. Они вдвоем были из той самой группы 18 человек, которые пришли к нему 6 дней назад. Что касалось женщины, которая позвала Чуфена, она призывала Джаганшоу прекратить издеваться над людьми из региона Южного моря 6 дней назад. Однако, она ничего не сделала, чтобы остановить его. Если бы она вмешалась, чтобы остановить его в тот день, тогда еще было бы возможно, что Чуфен пожелал бы подружиться с ней. Какое дело привело вас сюда? Хотя они вдвоем были женщинами, которые пришли к нему, Чуфен все равно не был с ними любезен. Младший брат Чуфен, у нас есть срочное дело, из-за которого мы пришли к тебе. Это касается чести нашего Южного леса бирюзового дерева. Может, ты позволишь нам войти, чтобы мы смогли обсудить детали? Сказала та женщина умоляющим голосом. Заходите. Услышав, что это касается Южного леса бирюзового дерева, Чуфен кивнул, развернулся и отправился к своему дворцу. Однако, он не закрыл двери в свой дворец. Он оставил его открытым для этих женщин. Видя это, женщины вздохнули с облегчением. Они приземлились, и только после этого зашли на территорию дворца. В чем дело, можете говорить, Чуфен немедленно спросил о главном вопросе. Его тон был очень холодным. Младший брат Чуфен, ты, должно быть, слышал, что бессмертный пруд древней эпохи скоро открывается, и что владыка-директор планирует отправить нас тренироваться в бессмертный пруд древней эпохи, не так ли? Спросила та женщина. Владыка-директор упоминал об этом прежде. Однако, ты сказала, что дело касается чести нашего Южного леса бирюзового дерева. Какое отношение это имеет к бессмертному пруду древней эпохи? Спросил Чуфен. Эх, это правда, что бессмертный пруд древней эпохи скоро будет открыт. Однако, есть еще немного времени до этого события. Сегодня павильон Грозового облака прибыл в наш Южный лес бирюзового дерева, сказав, что они хотят отправиться к бессмертному пруду древней эпохи вместе с нами. Директор павильона Грозового облака сказал, что у него есть важные дела, которые требуют обсуждения с владыкой директором и владыкой старейшиной по наказаниям. Таким образом, принять учеников павильона Грозового облака было поручено нам. Первоначально мы планировали пригласить учеников павильона Грозового облака на пир. Однако, на пир ученики павильона Грозового облака вновь и вновь спрашивали о том, куда делись ученики семьи Хан. Выяснив, что семья Хан была изгнана из южного леса бирюзового дерева, ученик павильона Грозового облака, по имени Ши Юань Хан, сказал о том, что владыка-директор помутился рассудком, и что нашему южному лесу бирюзового дерева суждено опустить после изгнания семьи Хан, и если мы продолжим в том же духе, мы, вполне возможно, скатимся до уровня третьесортной силы, и будем сильно уступать их павильону Грозового облака. Услышав эти слова, Джаган Шоу, Кун Линьфын и остальные пришли в ярость. Они немедленно поругались и начали сражаться с этим Ши Юань Ханем. Однако, кто бы мог подумать, что ученики павильона Грозового облака будут чрезвычайно сильны. Несмотря на то, что все они боевые владыки девятого ранга, Джаган Шоу, Кун Линьфын и остальные не смогли даже на равных с ними сражаться. Всего одним ударом они были отправлены на землю Ши Юань Ханем, и сейчас праздник превратился в хаос. Раз все так сложилось, мы не можем пойти к владыке директору. Если владыка директор обнаружит, что мы были избиты учениками павильона Грозового облака до состояния, когда мы даже не можем ответить, мы на самом деле опозорим наш Южный лес Бирюзового дерева. Хотя и мы, и они вспомогательные силы горы Бирюзового дерева, наш Южный лес Бирюзового дерева, в конце концов, истинная дочерняя сила. С точки зрения статуса, их павильон Грозового облака не может сравниться с нашим Южным лесом Бирюзового дерева. Потому, младший брат Чуфын, я надеюсь, что ты, учитывая, что этот вопрос касается чести нашего Южного леса Бирюзового дерева, сможешь закрыть глаза на прежнюю ненависть и преподашь этим ученикам павильона Грозового облака. Урок, сказала эта женщина умаляющим голосом. Другая женщина также смотрела на Чуфына с надеждой. Что касалось Чуфына, после того, как он узнал о том, что случилось, его сердце уже пылало от гнева. Таким образом, он не стал говорить лишних слов и немедленно встав, сказал, «Видите меня». Глава 1047. Ошеломляющий всех. В центральном регионе Южного леса Бирюзового дерева находился очень импозантный дворец. Мало того, что интерьер этого дворца был роскошным, даже пышный пир был подготовлен в этом месте. Первоначально это место должно было быть использовано для того, чтобы принять основных учеников павильона Грозового облака. Однако, данный момент это место, которое должно было быть полным радости, было в полном беспорядке. Ученики Южного леса Бирюзового дерева и ученики павильона Грозового облака сейчас враждебно уставились друг на друга. Битва могла вспыхнуть в любое мгновение. На самом деле, глядя на разбитый стол, деликатесы, которые были сброшены на пол и глубокую трещину на земле, можно было сказать, что сражение уже произошло в этом месте. Более того, стороной, которая потерпела поражение, был Южный лес Бирюзового дерева. Если кто-то хотел спросить, почему это было так, тогда ему нужно было посмотреть на двух мужчин. Со стороны Южного леса Бирюзового дерева было два человека с мертвенно-бледными лицами и слабой аурой. Очевидно, что они вдвоем получили серьезные травмы. Одним из них был Джааган Шоу. Что касалось другого, его имя было Кун Линьфын. Как и Джааган Шоу, он также был боевым владыкой девятого ранга и мог считаться одним из сильнейших учеников Южного леса Бирюзового дерева. Однако, к сожалению, они вдвоем были разбиты одним человеком. Что касалось этого человека, он был учеником павильона Грозового облака по имени Ши Юаньхан. Ши Юаньхан, чего ты добиваешься? Мы любезно приняли вас всех, как гостей. И все же, вы не только не были благодарны, вы даже оскорбил нашего владыку-директора и даже открыто атаковали учеников нашего Южного леса Бирюзового дерева. Вы думаете, что мы не посмеем вам ничего сделать? Гневно кричали ученики Южного леса Бирюзового дерева, указывая на Ши Юаньхана. Хи, столкнувшись со злобными криками, этот Ши Юаньхан лишь пренебрежительно засмеялся. Затем он сказал, оскорбление, вам лучше не клеветать на меня. Я никогда не оскорблял вашего директора. То, что я сказал, было всего лишь правдой. Кто не знает, что каждый год самыми сильными учениками в вашем Южном лесу Бирюзового дерева оказываются выходцы из семьи Хань. Может ли быть, что вы все посмеете сказать, что кто-то из вас был в состоянии победить членов семьи Хань и стать вместо них самым сильным учеником Южного леса Бирюзового дерева? Кто среди вас посмеет это сказать? Ты. Услышав вопрос Ши Юаньхана, хотя все разозлились, они не знали, как ответить. Это было потому, что Ши Юаньхан сказал правду. Они в самом деле были хуже учеников семьи Хань. Это касалось не только них, но и их предшественников, которые были посланы на гору Бирюзового дерева до этого. Самыми сильными из них, теми, кто обладал самыми большими шансами стать основными учениками в горе Бирюзового дерева, поголовно были представителями семьи Хань. Семья Хань действительно была чрезвычайно важна для горы Бирюзового дерева. Может ли быть, что вы все не осознаете, насколько важна семья Хань для вашего Южного леса Бирюзового дерева? Я сказал, что и знание Южным лесом Бирюзового дерева семьи Хань – это потеря для Южного леса Бирюзового дерева, их ошибка. Разве это не так? Что касается того, о чем вы сказали, якобы, что я ранил ваших людей, это даже смешнее. Я лишь просто озвучил свои мысли. Однако, эти две чокнутые собаки немедленно начали выкрикивать ругательства и даже начали атаковать меня. Если бы не моя быстрая реакция, я бы мог уже погибнуть. Я лишь справедливо защищался. Тот факт, что они еще живы, уже показывает мое снисхождение. В противном случае, с их жалкой силой, я мог бы случайно убить их больше ста раз. О, какой добросердечный и сострадательный я. Я решил не ссориться с вами всеми, и все же, вы все на самом деле сговорились и пытались подставить меня. У вас вообще совесть есть? Сказал Ши Юяньхан с сарказмом. Он не только не признавал никакой вины, он даже чувствовал, что он был прав. Ши Юяньхан, достаточно твоей софистики, парировал кто-то из южного леса бирюзового дерева. Хе, софистики, ты сказал? Если вы думаете, что мои слова, софистика, тогда идите и позовите нашего владыку-директора и вашего владыку-директора. Попросим этих старших определить, софистика ли то, что я сказал, или нет. Что вы думаете? Поглумил Саши Юяньхан. Это верно. Если вы все хотите сказать, что наши слова пустышка, идите и найдите старших. Заставьте их прийти и рассудить, кто из нас прав. В это время другие ученики павильона грозового облака также начали выступать. Вы, услышав эти слова, члены южного леса бирюзового дерева пришли в еще большую ярость. Было очевидно, что эти паршивцы из павильона грозового облака знали, что они не посмеют пойти к владыке-директору, потому что если они сделают это, не только они потеряют свое лицо, но и владыка-директор. Таким образом, они не станут этого делать. Как бы там ни было, человек, который говорил такие грубые слова, это ты. Люди, которые ранили других, это вы все. Мы, в конце концов, в союзе. Мы бы не беспокоились о препирательствах с вами всеми, если Ши Юаньхан признает свою вину перед моими двумя младшими братьями, и мы сделаем вид, что такого никогда не случалось. Человек, близкий к 30-летнему возрасту, который выглядел спокойным, выступил со стороны южного леса бирюзового дерева. Старший брат, то, что ты сказал, это правда. Мы в союзе. Однако, если говорить откровенно, уважение нужно добиваться силой. Вы хотите, чтобы мы признали вину, и мы можем это сделать. Как только кто-нибудь победит меня, я не только признаю свою вину, но даже если ты захочешь, чтобы я встал на колени и признал мою вину, я буду рад сделать это тоже. Единственное, я боюсь, что ни у кого из вас не хватит сил, чтобы это сделать. Ши Юаньхан холодно улыбнулся. После того, как он закончил говорить, он даже намеренно бросил свой взор на выдающихся учеников южного леса бирюзового дерева. Когда он посмотрел на все более мрачные лица членов южного леса бирюзового дерева, улыбка на его лице стала еще шире. Какая прекрасная речь о силе, прямо в этот момент внезапно прозвучал взрывной крик. В то же время три фигуры прилетели со стороны входа. Они втроем приземлились перед всеми. Чуфын. Когда они увидели мужчину в этой группе, все из южного леса бирюзового дерева выразили на лицах безграничное счастье. Даже Чжа Ганьшоу, который конфликтовал с Чуфыном в прошлом, смотрел на него с волнением, как будто увидел своего спасителя. Хо, мне все было интересно, почему эти две красавицы ушли. Так на самом деле, они пошли просить подкрепление, когда он увидел Чуфына. Благодушная улыбка, которая была на лице Ши Юаньхан, обернулась в презренную. Взгляд, которым он смотрел на Чуфына, был наполнен презрением. Раньше ты говорил, что как только кто-нибудь сможет одолеть тебя, ты признаешь свою ошибку стоя на коленях, не так ли? Чуфын подошел к Ши Юаньхану и спокойно спросил. Верно, я сказал эти слова. Однако, не то, чтобы я смотрел на тебя свысока, но с твоим развитием всего-навсего боевого владыки девятого ранга, тебе лучше даже не думать о победе надо мной. Даже не упоминая об обороне, даже если я не стану отбиваться и буду стоять здесь, чтобы ты ударил меня десять раз, ты не сможешь причинить мне вредни в малейшей степени, сказал Ши Юаньхан с чрезвычайной уверенностью. Хе-хе. Могу я тебя победить или нет, это моя проблема. Однако, будешь ли ты смелым, чтобы принять мой вызов, это уже твоя проблема, ответил Чуфын с легкой улыбкой. Я не посмею. Ты намекаешь на то, что я боюсь тебя. Подходи, если у тебя есть яйца, тогда подходи и попытайся. Однако, давай для начала поговорим о последствиях. Если ты не сможешь одолеть меня и вместо этого победа будет моей, тогда ты должен преклонить колени, молить о прощении и сказать, что твой южный лес бирюзового дерева хуже нашего павильона грозового авиа. Облака громко прокричал Ши Юаньхан. Ты заигрываешь со смертью. Услышав эти слова, ученики южного леса бирюзового дерева были по-настоящему разгневаны. Это было потому, что независимо от того, насколько мощным был Ши Юаньхан и остальные, павильон грозового облака был не той силой, которая может стоять на одном уровне с южным лесом бирюзового дерева. Они еще могли стерпеть, что Ши Юаньхан был сильнее и унижал их, однако, когда дело доходит до унижения южного леса бирюзового дерева, никто из них не мог стерпеть этого. Стоп! Однако, перед тем, как они успели атаковать Ши Юаньхана, Чу Фын громко закричал. Это успокоило всех людей из южного леса бирюзового дерева. Ши Юаньхана и другие ученики павильона грозового облака были потрясены действием Чу Фына. Быть способным успокоить всех одним словом, это означало, что Чу Фын был выдающимся. По крайней мере, он обладал высоким статусом в южном лесу бирюзового дерева. Тем не менее, они были очень уверены в Ши Юаньхане. Таким образом, они не стали волноваться, а просто сидели и ждали унижения Чу Фына. Я согласен с твоими требованиями. Тем не менее, у меня тоже есть требования. Если я смогу одолеть тебя, тогда не только ты должен встать на колени, все вы должны встать на колени. Более того, вы не только должны признать вашу вину, вы все должны признать свои проступки, пока раболепствуете, сказал Чу Фын, когда посмотрел на Ши Юаньхана. Ха-ха-ха-ха, интересно, очень интересно. Однако, после того, как он услышал требования Чу Фына, этот Ши Юаньхан внезапно взорвался громким смехом. Не только он. В этот самый момент все 35 учеников павильона Грозового облака взорвались громким смехом. Их смех заполнил Дворцовый зал. Их смех был наполнен жестокостью и насмешкой. Это было, как будто они услышали смешную шутку. Хотя я не знаю, что делает тебя таким уверенным, я согласен с твоими требованиями, потому что я на самом деле хочу увидеть, какое же выражение у тебя будет, когда ты преклонишь передо мной колени и скажешь, что твой южный лес бирюзового дерева хуже нашего павильона Грозового облака. Когда Ши Юаньхан прищурил глаза, его выражение лица было таким, которое вызывало недовольство. Но услышав его, Чу Фын лишь слегка улыбнулся. Будучи абсолютно спокойным, он сказал, уже можно начинать? Конечно, мы можем начать прямо сейчас. Когда Ши Юаньхан сказал эти слова, он махнул своими руками людям из павильона Грозового облака. Видя это, люди из павильона Грозового облака поняли его намерение, и все отодвинулись подальше от Ши Юаньхана. Более того, взгляды, которые они кидали на Чу Фына, были наполнены сочувствием. Они знали, что Ши Юаньхан планировал преподать этому Чу Фыну урок. Ученик южного леса бирюзового дерева по имени Чу Фын встретится с бедой. Вперед! Поскольку ты так уверен в себе, позволь мне увидеть, хвастаешься ли ты или действительно обладаешь капелькой силы. Видя, что все уже сместились назад, Ши Юаньхан уверенно поманил пальцем Чу Фына. Его взгляд был полон презрения и неуважения. Свист прямо в тот момент, когда он сказал эти слова, фигура Чу Фына двинулась. Движение Чу Фына стало причиной того, что весь дворцовый зал задрожал. Словно демон, Чу Фын исчез. Когда он вновь появился, он уже стоял перед Ши Юаньханом. Более того, кулак Чу Фына сейчас несся со свистящим звуком ветра и бешеной силой, врезавшись в живот Ши Юаньхана. Это. Даже Ши Юаньхан был сильно потрясен тем, что произошло. Страх мгновенно вытеснил уверенность, которая наполняла его лицо ранее. Он не смел больше быть беспечным и поспешно собрал всю свою силу, чтобы увернуться от атаки Чу Фына. Тем не менее, Чу Фын не дал ему эту возможность. Его кулак произвел взрывной звук. Его кулак достиг своей цели. Он безжалостно врезался в тело Ши Юаньхана. С приглушенным бах, Ши Юаньхан был яростно отброшен назад. В конце концов, он врезался в стену зала. Все произошло слишком быстро. Никто не был готов. К тому времени, когда все смогли отреагировать, победа уже была определена. Ши Юаньхана уже не было там, где он стоял раньше. Все его тело было вбито в стену, которая теперь была покрыта трещинами. Он выглядел, как будто его тело вот-вот рухнет. Огромное количество крови устремилось из его живота и с уголков его рта. Он выглядел, как мертвец. Что касалось Чуфына, он стоял так, где ранее стоял Ши Юаньхан. Не было ни капли крови на его одеждах. У него было спокойное выражение. Однако, такого рода спокойное выражение вызвало страх у всех присутствующих. В этот момент весь зал погрузился в мертвую тишину. Все были ошеломлены, и как цыплята хватали ртом воздух. Казалось, они были ошеломлены, но на самом деле они были столь напуганы, что потеряли дар речи. Глава 1048 На колене имали о прощении. Кроме Чуфына, который стоял со спокойным выражением лица, все остальные в дворцовом зале обомлели. Глядя на Ши Юаньхана, который был покрыт кровью и находился в крайне плачевном состоянии, разум каждого бушевал, как моря и реки. Это было, как будто 10 тысяч ударов молний грохотели в их мозгах. Никто из них не мог оставаться спокойным. Не упоминая учеников павильона Грозового облака, которые в прошлом смотрели на Чуфына свысока, даже ученики Южного леса Бирюзового дерева, которые немного понимали силу Чуфына, были ошеломлены. Они слышали, что Чуфын был чрезвычайно силен, и когда-то уже испытали на себе его силу. Однако, после того, как сегодня они вновь увидели силу Чуфына, они могли быть лишь потрясены. Это было потому, что Ши Юаньхан не был Джаган Шоу. Несмотря на то, что они все были боевыми владыками 9 ранга, Джаган Шоу не смог выдержать ни одного удара Ши Юаньхана, даже когда объединился с Кун Линьфыном. Потому они знали, что Ши Юаньхан был настоящим гением с выдающейся боевой силой. Однако, даже такой сильный Ши Юаньхан не мог выдержать ни единого удара Чуфына. Это наглядно демонстрировало, как силен был Чуфын, позволяя им осознать, какой огромной была пропасть между ними и Чуфыном. Ублюдок. В тот момент, когда все были ошеломлены силой Чуфына, этот Ши Юаньхан на самом деле выпустил злобный крик. В то же время ураган, который можно было увидеть невооруженным взглядом, вырвался из его тела. Это была его аура, очень сильная аура. Когда они почувствовали эту мощную ауру, лица большинства учеников Южного леса Бирюзового дерева изменились. Это было потому, что эта аура содержала боевую силу уровня короля. В этот момент этот Ши Юаньхан больше не имел развития боевого владыки девятого ранга. Вместо этого, он был боевым королем первого ранга. Хулалала после падения большого количества разрушенных камней, тело Ши Юаньхана медленно вышло из стены. Он, казалось, забыл про боль своего тела. Его лицо было покрыто яростью, а его глаза были полны убийственного намерения. Так ты больше не можешь этого скрывать? Ты боевой король первого ранга, и все же, ты скрыл свою силу, чтобы притвориться боевым владыкой девятого ранга. Ты пытаешься сделать вид, что твоя боевая сила высока, или пытаешься доказать, что ты идиот? Презрительно рассмеялся Чу Фэн, глядя на Ши Юаньхана. Что он на самом деле боевой король первого ранга? Неудивительно, что он настолько силен. Так он на самом деле намеренно делал вид, что он боевой владыка девятого ранга, чтобы он мог нас унизить. Это действительно отвратительно. Услышав, что сказал Чу Фэн, ученики Южного Леса Бирюзового Дерева внезапно пришли к осознанию. Один за другим, они стали настолько разгневаны, что начали скрипеть зубами. Ублюдок, ты на самом деле оскорбил меня. Сегодня я превращу тебя в идиота. Ши Юаньхан, который уже и так был сильно разгневан, увидев, что Чу Фэн продолжает оскорблять его, разозлился еще страшнее. Он не стал использовать никаких боевых навыков. Вместо этого его тело исказилось, и он внезапно исчез. Когда он появился снова, он был уже перед Чу Фэном. Более того, его огромный кулак, который был наполнен боевой силой уровня короля, неся с собой неистовый ураган, безжалостно летел в лицо Чу Фэну. Он планировал дать Чу Фэну попробовать его собственного лекарства. Однако, он также планировал привести Чу Фэна к еще более плачевному состоянию. Таким образом, его целью было лицо Чу Фэна. Бах, но, кто бы мог подумать, что в тот момент, когда кулак Ши Юаньхана почти приземлился на лицо Чу Фэна, ладонь Чу Фэна, как железная стена, твердо схватит кулак Ши Юаньхана. После этого рука Чу Фэна повернулась. Был слышен звук кряк. Ладонь Ши Юаньхана была сильно перекручена Чу Фэном. Даже покрытые кровью кости появились из его руки. А, внезапная боль от сломанной руки не только застала Ши Юаньхана врасплох, она даже стала причиной того, что он жалко закричал от боли. Однако, ни разу за тысячи жизней он не представлял, что это было просто начало. После того, как скрутил одну из его рук, Чу Фэн поднял свою ногу и пнул Ши Юаньхана на землю. Затем он ударил своей ладонью и, как острое лезвие, со звуком пучи, пронзил дантянь Ши Юаньхана. Нет. Видя, что его дантянь почти пробит, Ши Юаньхан начал паниковать. Подсознательно он крикнул «Нет». Более того, его тон, который он использовал, был молящим. К несчастью для него, Чу Фэн не был мягкосердечным человеком. Мало того, что он не замедлил скорость удара, вместо этого он увеличил ее. После брызг крови был слышен громкий и несчастный крик. Дантянь этого Ши Юаньхана был полностью пронзен Чу Фэном. Старший брат Ши, младший брат Ши, дантянь Ши Юаньхана был пронзен у них на глазах. Сила, которую он развивал многие годы, быстро покидала его дантянь. Аура Ши Юаньхана начала быстро слабеть. Все ученики павильона Грозового облака начали паниковать. Один за другим, они послали вперед свои мощные ауры, демонстрируя свои необыкновенные боевые навыки, и атакуя в сторону Чу Фэна. Как это могло произойти? Эти ученики павильона Грозового облака на самом деле столь сильны? Почувствовав ауру, излучаемую оставшимися 34 учениками павильона Грозового облака, ученики Южного леса Бирюзового дерева были даже более ошарашены. Это потому, что из 34 учеников павильона Грозового облака трое были на самом деле боевыми королями первого ранга, а остальные были боевыми владыками девятого ранга. Вдобавок к Ши Юань Хану, который был калекой, в общей сложности было четыре боевых короля первого ранга. Такого рода состав был в бесчисленное количество раз более сильным, чем тот, который был у Южного леса Бирюзового дерева. Даже если бы семья Хан не была изгнана, они бы все равно не смогли сравниться с учениками павильона Грозового облака. С силой этой группы учеников павильона Грозового облака, вполне вероятно, что никто из второсортных сил не мог победить их. Только такие первоклассные силы, как другие три леса Бирюзового дерева, были в состоянии подавить павильон Грозового облака. Однако, даже если это было так, у Чуффина все еще не было ни малейшего следа страха. Напротив, его выражение похолодело и он внезапно закричал. Кто хочет, чтобы его развитие было покалечено, попробуйте сделать еще один шаг вперед. Свист после того, как Чуффин сказал эти слова, весь дворцовый зал задрожал. Эти, ранее агрессивные ученики павильона Грозового облака, которые планировала атаковать Чуффина, вдоль у секунды окаменели. Они все остановились и не сдвинулся ни на шаг. Некоторые из них даже застыли в неудобных положениях после попытки атаковать Чуффина. Однако у них у всех в глазах был виден страх. Они испугались. Это произошло потому, что голос, которым Чуффин закричал, не только содержал мощную гнетущую силу, но и содержал ледяное убийственное намерение. Такого рода убийственное намерение было слишком пугающим. Это было просто неописуемо ужасно. Короче говоря, это убийственное намерение заставило их съежиться. Охваченные страхом, они не смели сражаться с Чуффином. Особенно после того, как они посмотрели на Ши Юаньхана, который находился на земле с проколотым донтянем и развитием, быстро вытекающим наружу. И помня о молниеносных методах, с помощью которых Чуффин одолел Ши Юаньхана, они были не в состоянии преодолеть этот ужас. Они уже поняли, что даже если они объединятся, они, вероятно, не смогут конкурировать с Чуффином. Затем, подумав о безжалостных методах Чуффина, который даже не заботился о последствиях, они осознали, что если они посмеют бросить вызов Чуффину, они на самом деле закончат, как и Ши Юаньхан. В этот момент они действительно были наполнены сожалением. Они пожалели о том, что оскорбили учеников Южного леса Бирюзового дерева. Если бы они заранее знали, что подобный демон скрывался в Южном лесу Бирюзового дерева, даже если бы кто-то подарил им стальные нервы, они не посмели бы делать то, что они сделали раньше. Сожаление. Они на самом деле так сожалели, что даже их кишечники скрутило. Однако, не было ничего, что они могли бы сделать. Младший брат, независимо ни от чего, мы все еще в союзе друг с другом. Даже если младший брат ши обидел тебя раньше и был неправ, ты не должен был калечить его развитие, разве не так? Ты знаешь, какова цена, которую он заплатил, чтобы развиться до нынешнего уровня? Ты знаешь, сколько ресурсов наш павильон Грозового облака на него потратил, чтобы взрастить гения, подобного ему? То, что ты сделал, не только задушило отличного ученика нашего павильона Грозового облака, ты также задушил выдающегося союзника вашего Южного леса Бирюзового дерева. Видя, что о применении силы не могло быть речи, ученики павильона Грозового облака начали атаковать словами. Более того, они послали красивую женщину с необыкновенной аурой критиковать Чуфына. Если вы все не хотите, чтобы ваше развитие было покалечено, сейчас же на колени, кто бы мог подумать, что Чуфын полностью проигнорирует эту женщину? Вместо этого, он бросил свой ледяной взгляд на всех остальных и еще раз выкрикнул суровую команду. Этот голос был еще громче и яснее, чем ранее, даже страшнее, чем прежде. Когда на них крикнули таким суровым голосом, люди из павильона Грозового облака, которые изначально планировали спорить с Чуфыном, пришли в ужас. Они не только не посмели что-либо еще сказать, они на самом деле поголовно встали на колени. Это произошло потому, что они почувствовали, что если они осмелятся вновь бросить вызов Чуфыну, тогда они могли не только покалечить свое развитие, они даже могли оказаться в смертельной опасности. Это, видя учеников павильона Грозового облака, которые ранее были наполнены гордостью, преклонивших колени к земле, с ужасом, написанных на их лицах. Ученики Южного леса Бирюзового дерева ощутили, что это непостижимое зрелище. Когда они посмотрели на Чуфына снова, они не могли не выразить почтение на своих лицах. Это было потому, что человек, который вызвал все эти изменения, был Чуфын. В этот момент они, казалось, поняли, почему директор Сыкун так высоко оценивал Чуфына и даже определил Чуфына, как надежду Южного леса Бирюзового дерева. Это было потому, что Чуфын на самом деле обладал потенциалом. Можно было даже сказать, что он обладал такой возможностью. Глава 1049. Публичная пощечина. Тем не менее, кто бы мог подумать, что даже после того, как они плюнули на собственные достоинства и преклонили колени перед всеми этими людьми, Чуфын все еще их не простит. Он указал на людей павильона Грозового облака и холодно крикнул. Низкий поклон и признание вашей ошибки. Это. Услышав требования Чуфына, народ павильона Грозового облака вздрогнул. Они были в затруднительном положении. Хотя они уже преклонили колени, все еще существовала определенная граница того, что они готовы были сделать. Заставить их на самом деле присмыкаться и признать ошибки. Им было нелегко это сделать. Я повторю. Низкий поклон и признание ваших ошибок нашему Южному лесу Бирюзового дерева. Видя, что они колеблются, Чуфын холодно крикнул вновь. Когда его слова покинули рот, леденящие ощущения охватило весь дворцовый зал. В этот момент, Чуфын был как суверенный король, который правил целым миром. Более того, он был тираном, которому нельзя было бросить вызов. Последствия неподчинения ему не обязательно были смертью. Тем не менее, это определенно закончилось бы печально. Под таким колоссальным давлением, ученики павильона Грозового облака были почти на грани краха. Таким образом, они отказались от чести, основания и всякой всячины. В унисон они сказали, старшие и младшие братья Южного леса Бирюзового дерева, мы те, кто не правы, мы те, кто виноват. Пожалуйста, посмотрите на тот факт, что мы находимся в союзе и дайте нам еще один шанс. После того, как они закончили говорить эти слова, они тут же ударили своими лбами о землю. Они на самом деле решили присмыкаться, признавая свои ошибки перед Чуфыном и остальными. Чуфын, достаточно. Именно в этот момент, пожилой голос внезапно взорвался за пределами дворца, словно гром. Чтобы быть точным, этот голос не был чем-то, с чем гром мог сравниться. Он был не только громким и пронзительным, он также внушал ужас. Всего за мгновение голос стал причиной того, что все присутствующие во дворце стали еще более настороженными. Свист, свист, свист. Вскоре после того, как этот голос прозвучал, несколько фигур пожилых людей спустили с неба как метеоры. В конце концов, они приземлились в дворцовом зале. Часть этих стариков были людьми, которых Чуфын и остальные знали. Это были их старейшины управления, ведомые директором Секунд Джейсином. Что же касается другой части старейшин, их одежды были совершенно отличными от тех, что были у южного леса бирюзового дерева. Более того, у всех них были уродливые гримасы на лицах. Очевидно, что они были старейшинами управления павильона Грозового облака. Что касалось старого человека, стоящего рядом с Секунд Джейсином с украшенным перьями гребнем на голове и обладающим необыкновенной аурой, он явно был директором павильона Грозового облака. В тот момент, когда они видели учеников павильона Грозового облака стоявших на коленях, директор и старейшины управления из павильона Грозового облака все имели нехорошее выражение лиц искривленной рты. Их внешний вид был столь гадким, насколько это вообще могло быть возможно. Это было, как будто они съели блины, изготовленные из мух и вонючих собачьих фекалий. Свист-свист, однако, независимо от того, как уродливы были их лица, когда они увидели нынешнее состояние Шиюаньхана, они были не в состоянии стоять, сложа руки. Несмотря на то, что директор павильона Грозового облака не сдвинулся с места, два старейшины управления с приличным развитием уже подлетели к Шиюаньхану. После того, как они приземлились, они не потрудились говорить каких-либо бесполезных слова, и немедленно выпустили свою силу мировых спиритистов, и начали создавать печать, чтобы запечатать дантянь Шиюаньхана, так, чтобы его развитие перестало падать. Только после этого они вытащили лечебные пилюли и скормили их Шиюаньхану, чтобы стабилизировать его раны. Они прибыли немного поздно, хотя они сумели спасти развитие Шиюаньхана, он уже был сильно ослаблен. Сейчас он больше не был боевым королем первого ранга, но вместо этого был боевым владыкой восьмого ранга. Хотя это были только два уровня разницы, было не так легко восстановить утраченное развитие. Владыка-директор, он покалечил развитие младшего брата Шии и заставил нас встать перед ним на колени. Он даже вынудил нас присмыкаться перед ним. Владыка-директор, вы должны отстоять справедливость для нас. Видя внешность их владыки-директора, ученики павильона Грозового облака, казалось, увидели своего спасителя. Они выпускали вздохи облегчения и побежали в сторону своего директора. Равномерно они встали на колени и уставились на Чуфына и на них молчать. Однако, кто бы мог подумать, что директор павильона Грозового облака не только сердито закричит, но и протянет руку и со звуком па-па-па, даст каждому ученику ясную пощечину, сбивая всех этих учеников, которые были для них как сокровища, на землю. После того, как он сделал это, директор павильона Грозового облака с извиняющимся выражением лица, обхватив свой кулак, поклонился Секун Джейсину. Директор Секун, я был тем, кто плохо обучил своих учеников. Пожалуйста, не вини их. Ха-ха, это молодежь. Это хорошо, когда они соревнуются. Борьба между ними, это не такое уж и большое дело. Секун Джейсин громко рассмеялся, поглаживаю свою бороду. У него было такое выражение лица, будто ничего страшного не произошло. Однако, после этих слов он скосил глаза и начал небрежно говорить, и с глубоким подтекстом. Тем не менее, иногда нельзя быть слишком самоуверенными. Например, то, что случилось сегодня. Мало того, что вам не удалось унизить других, так вы еще и были так напуганы, что встали на колени. Это действительно слишком унизительно. Более того, вы не только потеряли свое собственное лицо, но и заставили родную секту потерять свое. Директор Байли, у наших сект довольно хорошие отношения, а потому, мы может скрыть этот инцидент. До тех пор, пока я не стану об этом распространяться, никто не будет об этом знать. Репутация вашего павильона Грозового облака не пострадает. Однако, вы все же должны соблюдать осторожность. Если бы это произошло в другом месте, контролируемом другими силами, такими, как секта Великой Мудрости, тогда было бы не так просто замять это дело. После того, как он услышал, что сказал Секун Джейсен, лицо директора павильона Грозового облака стало из зеленого фиолетовым, а потом из фиолетового синим. Это было потому, что насмешка за этими словами была слишком очевидной. Однако, он не посмел выказать никакого недовольства. Со смиренным выражением он сказал то, что сказал директор Секун верно. В будущем, я определенно дисциплинирую своих учеников, и не дам им вновь потерять лицо. Ну и пусть, ну и пусть. Это же такая мелочь. Не нужно вам принимать это близко к сердцу. Вы, в конце концов, гости. Более того, это первый раз, когда директор Байли привел так много старейшин и учеников в наш южный лес с бирюзового дерева. Давайте больше не будем говорить о грустном. Мужчины, приберитесь здесь. Я сам займусь приемом гостей из павильона Грозового облака, сказал директор Секун, внезапно громко рассмеявшись. После этого, здесь действительно быстро прибрались. Кроме того, в этом празднике приняли участие все люди, которые присутствовали. Несмотря на то, что этот праздничный пир был приготовлен для людей из павильона Грозового облака, ученики павильона Грозового облака все это время были с несчастными выражениями лиц. Они даже есть были не способны. Они просто сидели за столами с горькими улыбками на лицах. Это было настолько неловко, насколько только возможно. Но, по сравнению с ними, ученики южного леса Бирюзового дерева были наполнены волнением. Счастье шло из глубин их сердец. Это было потому, что они получили победу в этом бою. Они не только защитили честь южного леса Бирюзового дерева, они даже дали павильону Грозового облака, который пришел провоцировать их громкую и ясную пощечину. Однако, они не забывали о том, что человек, который защитил их честь, был не из них. Человек, который дал павильону Грозового облака громкую и ясную пощечину, также был не из них. Это был Чуфын. Это было все сделано одним Чуфыном. Несмотря на то, что старейшины управления павильона Грозового облака имели свои собственные обиды, они были, в конце концов, старшими. Таким образом, они должны были показывать приятные выражения на лицах. Так они были даже более уставшими, чем их ученики. Ясно, что они потеряли все свое лицо, но они все еще должны были делать вид, что они счастливы, поднимать тосты и весело пить со старейшинами южного леса Бирюзового дерева. Однако, независимо от того, были ли это ученики павильона Грозового облака, их старейшины управления, или даже их директор, они время от времени украдкой бросали на Чуфы на пристальные взгляды со сложными выражениями. Глава 1050. Мирное взаимодействие. После того, как праздник закончился, небо уже потемнело. Из-за того факта, что они уже договорились проследовать к бессмертному пруду древней эпохи вместе, люди из павильона Грозового облака не ушли, и вместо этого им были предоставлены временные жилища. В этот момент все выдающиеся ученики, старейшины управления и даже директор павильона Грозового облака находились в гостевой комнате. На их лицах были тяжелые выражения, отголоски их унижения. Владыка-директор, этот щенок, по имени Чуфы на на самом деле хотел покалечить развитие Ши Юаньхана. Если бы мы не поспешили, я боюсь, что развитие Юаньхана было бы на самом деле покалечено. Этот ребенок порочный и безжалостный, как можно позволить ему просто уйти, спрашивали многие старейшины управления павильона Грозового облака в замешательстве. Это было потому, что они знали личность их директора, они знали, что он не был тем, кто стерпит подобное. Однако, когда развитие Юаньхана было покалечено, он не превратился в деспота. Если бы подобное случилось в прошлом, их директор бы уже пришел в ярость. Как мог он позволить подобному случиться и сидел сложа руки. Но сегодня он решил стерпеть это. Такого рода реакция была на самом деле ненормальной. Этот Чуфын сильный персонаж. Его развитие боевого владыки 9 ранга, без сомнения, истинное. Будучи боевым владыкой 9 ранга, он смог с легкостью подавить боевого короля 1 ранга. Такого рода боевая сила достаточно для того, чтобы его ранжировали среди гениев. Более того, я слышал, что боевая сила этого ребенка не ограничена только этим. Не упоминая боевого короля 1 ранга, даже боевые короли 3 ранга были побеждены им прежде. Хотя я не знаю, правда ли это дело или вымысел, но правда в том, что семья Хан начала конфликт с этим ребенком, и закончила тем, что была изгнана из южного леса бирюзового дерева с икон Джейсином. Южный лес бирюзового дерева существовал 10 тысяч лет. И все же, такой выдающийся ученик никогда прежде здесь не появлялся. Таким образом, они, естественно, относятся к Чуфыну, как будто он их сокровище. Они даже смогли изгнать семью Хан, которая для них так важна. Если мы посмеем что-нибудь сделать этому Чуфыну, Секун Джейсин определенно не спустит нам этого, сказал директор павильона Грозового облака беспомощно. Так что с того, если они нам этого не простят, может ли наш павильон Грозового облака бояться их? Владыка-директор, это на вас не похоже. Верно. Владыка-директор, несмотря на то, что этот Чуфын силен, это означает лишь то, что мы не можем позволить ему и дальше жить. По моему мнению, этот ребенок не выглядит тем, с кем легко иметь дело. Сегодняшний случай уже оставил обиду между нами. Если этот ребенок в конечном счете станет достаточно сильным, кто может гарантировать, что он не станет атаковать наш павильон Грозового облака? Владыка-директор, то, что другие старейшины говорят, верно. Их южный лес бирюзового дерева относится к Чуфыну, как будто он их сокровище, но разве ученики нашего павильона Грозового облака не наши сокровища? Эти 35 человек, люди, на которых ты, Владыка-директор, потратил столько усилий и много лет развития. Сегодня один из них чуть не закончил тем, что едва не стал коллегой. Ты на самом деле можешь стерпеть это, сказали старейшины управления. Они не желали принимать этого. Хотя Ши Юаньхан и остальные ученики не могли вмешиваться в разговор, они также возлагали свои надежды на Владыку-директора. Они желали, чтобы их Владыка-директор, который всегда был тираном, пошел и отстоял для них справедливость. Стерпеть? Может ли быть, что вы все думаете, что я хотел стерпеть это? Тем не менее, кто из нас может иметь дело с наполовину Боевым Императором? Кто из вас может? Внезапно, директор павильона Грозового облака зарычал в гневе. Что? Наполовину Боевой Император? Может ли быть? Может ли быть, что этот Секун Джейсен сделал прорыв в сферу наполовину Боевого Императора? После того, как они услышали эти слова, выражения всех присутствующих людей сильно изменились. Это было потому, что они очень хорошо понимали, насколько сильны были наполовину Боевые Императоры. По крайней мере, их директор пытался прорваться огромное количество раз и проваливался каждый раз. Это была сфера, близкая к Боевым Императорам и уже захватывающая Боевую силу уровня Императора. Откровенно говоря, даже если их павильон Грозового облака был огромными и обладал бесчисленными старейшинами и учениками, если бы они должны были оскорбить наполовину Боевого Императора, этот человек мог бы уничтожить весь их павильон Грозового облака всего за мгновение. Таким образом, когда они обнаружили, что Южный лес Бирюзового дерева на самом деле был во главе с наполовину Боевым Императором, они были сильно шокированы и даже начали ужасно бояться. Верно, Секун Джейсен уже сделал прорыв и стал наполовину Боевым Императором. В противном случае, вы все думаете, что я стал бы терпеть его высокомерие, сказал директор павильона Грозового облака. Владыка директор, тогда что нам следует делать? После того, как они узнали об этом, старейшины управления павильона Грозового облака потеряли весь свой запал. Один за другим они бросили свои взгляды на владыку директора. Что еще мы можем сделать? Сейчас Южный лес Бирюзового дерева не только получил наполовину Боевого Императора, но и такой гений, как Чуффен также появился в нем, я считаю, что Южный лес Бирюзового дерева скоро поднимется в силе. С подобной силой у нас просто не остается выбора, мы не можем стать с ними врагами. По моему мнению, я боюсь, что мы действительно будем нуждаться в дружбе с ними, сказал директор павильона Грозового облака с беспомощным голосом. Из-за того, что Сыкун Джейсен приказал, чтобы все, что произошло сегодня, осталось в тайне, никто в конечном итоге не распространялся об этом вопросе. Таким образом, кроме людей, которые присутствовали в этот день, никто больше не знал об этом деле. Что касалось людей, которые присутствовали, они тоже больше не упоминали об этом деле. Таким образом, как будто ничего и не случалось прежде, это дело было медленно забыто. Однако, после этого дня Джаган Шоу и другие ученики начали пытаться изо всех сил подружиться с Чуффеном. Изначально, Чуффен не любил их, но вспомнив, что они, как минимум, сплотились и были единодушны против общего врага в тот день, Чуффен больше не беспокоился о препирательстве с ними. Постепенно Чуффен начал открываться им. Однако, дело, которое было самым неожиданным было то, что ученики павильона грозового дерева в самом деле начали пытаться подружиться с Чуффеном. Более того, их отношение к Чуффену было чрезвычайно уважительным. Это не выглядело как отношение к представителю того же поколения, но больше как отношение к старшему. Как говорится, никто не ударит того, кто улыбается. Более того, Чуффен уже преподал им урок, и самое важное, директор южного леса бирюзового дерева также поговорил об этом с Чуффеном. Хотя южный лес бирюзового дерева был подлинной дочерней силой под горой бирюзового дерева, он сильно уступал другим трем лесам бирюзового дерева из-за их плохого исполнения. В настоящее время они не только были изолированы от других, но и сил, которые действительно желали подружиться с южным лесом бирюзового дерева, также было не так много. Более того, они также неосознанно нажили множество врагов. Но теперь, когда Секун Джейсен стал наполовину боевым императором, это дало гарантию для южного леса бирюзового дерева. Кроме того, у них был Чуффен, их надежда. Это означало, что будущее южного леса бирюзового дерева было ярким. Но они были, в конце концов, гораздо слабее, чем три других леса бирюзового дерева. Таким образом, сейчас южный лес бирюзового дерева нуждался в истинных союзах.